Сегодня у нас с вами глава номер 6, которая называется «Ограниченная рациональность». Ну или по-другому связанная рациональность, в общем, рациональность, имеющая какие-то ограничения. Ну вот я предложил ее перевести как «Ограниченную рациональность». Итак, Джага заявляет, что цель шестой главы, собственно говоря, вот этой самой главы про ограниченную рациональность – это как раз-таки проанализировать проблему ограниченной рациональности, то есть объяснить фактически, в чем состоит эта проблема. но само решение данной проблемы он уже будет представлять в седьмой и восьмой главах. То есть, собственно говоря, его позиция будет представлена далее. Эта глава такая предварительная, методологическая в каком-то смысле. Здесь будет проблема рациональности именно представлена в том виде, в каком видит ее Джек. Итак, он заявляет, что проблема ограниченной рациональности – это проблема поиска такого объяснения наличия нормативной связи между логически взаимосвязанными содержаниями, которая бы при этом избегала логической идеализации эпистемического агента. В самом общем виде проблему ограниченной рациональности можно представить как некоторую ситуацию конфликта между нормативными принципами и эмпирическими фактами. То есть, нормативный принцип требует от нас, чтобы все содержания наших утверждений были логически взаимосвязаны, но эмпирический факт нашей жизни таков, что мы на самом деле не являемся логически идеальными эпистемическими агентами, то есть агентами, которые благодают логическим всеведением. И получается, что вот этот эмпирический факт нашей эпистемической несовершенности, он противоречит тем нормативным требованиям, которые, собственно говоря, на нас налагает сам факт, вот это вот наличие этой нормативной связи между логически взаимосвязанными содержаниями. Ну и таким образом Джего проблему ограниченной рациональности представляет как некоторый конфликт между нормативными принципами идеальной рациональности вообще и эмпирическим фактом ограниченности когнитивных ресурсов реальных агентов. Ну и, соответственно, если мы понимаем проблему ограниченной рациональности таким образом, то нерешенность этой проблемы как раз-таки мешает дать определение эпистемическому содержанию, которое мы хотим приписывать рациональным, многоограниченным агентам. Когда говорим о том, что они находятся в определенных установках по отношению к этому содержанию, ну то есть в дексастических установках или в эпистемических установках, то есть когда у нас есть убеждения или же, соответственно, у нас есть какие-то знания. План главы 6 Джего представляет следующий. В параграфе 6.1 он предлагает просто описание самой проблемы ограниченной рациональности, затем параграф 6.2 и 6.3 представляют два возможных существующих уже на данный момент решения проблемы ограниченной рациональности, это подход выбранных миров и подход модели урн с шарами. И, соответственно, в параграфе 6.4 Джего проводит аналогию между проблемой ограниченной рациональности и парадоксом Кучи, ну а как я уже сказала, уже в 7 и 8 главе, то есть далее, он будет рассказывать, как именно он предлагает решить данную проблему, то есть каково именно его решение данной проблемы. Итак, параграф 6.1, который называется «Проблема ограниченной рациональности», начинается с того, что Джего утверждает, что есть определенная контринтуитивность следующего вида утверждений. В данном случае мы не разграничиваем эпистемические и доксистические контексты, то есть в данном случае Джего говорит как и про понятие знания, так и про понятие убеждения. И вот следующая контринтуитивность утверждений возникает, когда мы говорим, что агент знает или убежден, что конъюнкция А и Б, но не знает или убежден, что А. Второй пример контринтуитивности утверждений. Агент знает или убежден, что А, но не знает или убежден, что А – дизъюнкция Б. И третий пример. Агент знает или убежден, что А – импликация Б и А, но не знает или убежден, что Б. То есть, соответственно, нам кажется, что когда мы говорим о конъюнкции A и B, мы так или иначе должны понимать, быть знающими или быть убежденными в том, что у нас первый конъюнкт, в общем-то, является истинным. То же самое применяется к дизюнкции и к импликации. В данном случае речь идет о модусе плотности в последнем варианте. Ну и, соответственно, дальше Джега нам говорит о том, что обладать убеждением в том, что A, не равно обладать токеном убеждения в том, что A, то есть находиться в каком-либо изолированном ментальном состоянии убеждения в том, что A. Дело в том, что Джега говорит, что приписывание убеждений или знаний агентам должно пониматься как некоторый холистический процесс придания смысла поведению этих агентов. То есть, когда мы говорим о том, что некоторые агенты обладают убеждением в A, мы не должны понимать это как некоторое изолированное ментальное состояние, которое приписывается нашему агенту A. Мы должны понимать его именно в контексте той взаимосвязи, которая существует между убеждением нашего агента, то есть ментальным его состоянием, и последующим поведением данного агента. То есть так или иначе, получается, что убеждения и поведение агента, они взаимосвязаны. Вот поэтому Джего называет это холистическим процессом. Дальше Джего утверждает о том, что придавать смысл поведению агента, то есть в каком-то смысле понимать, почему агент ведет себя именно таким образом, а не иным, это можно понимать как рационализацию поведения агента, ну или поступков его, каких-то действий конкретных. И, собственно говоря, мы обычно и рационализируем поведение агента, то есть понимаем, почему агент ведет себя таким или иным образом, за счет того, что мы приписываем данному агенту наличие каких-то убеждений, на основании которых он ведет себя этим самым определенным образом. Поэтому если агент демонстрирует нам поведение типа А конъюнкция Б, то есть это означает, что мы приписываем данному агенту убеждение в том, что А конъюнкция Б, то мы допускаем, что такой агент является рациональным агентом, и, соответственно, мы автоматически будем приписывать этому агенту наличие у него убеждения в А и наличие у него убеждения в Б. Такая наша практика приписывания убеждений агентам основывается на том, что существует сильная нормативная связь между теми пропозициями, которые служат входными и выходными данными при применении данного правила вывода. В оригинале, собственно говоря, у Джега стоит понятие inferences. Я периодически перевожу его на протяжении доклада либо как правило вывода, либо как рассуждение. То есть, в принципе, наверное, можно их понимать так или иначе как синонимичные понятия, хотя на самом деле вот на естественном языке есть разница, но вот на английском я, лично я, по крайней мере, ее не улавливаю. Соответственно, поэтому в зависимости от контекста я перевожу либо как правило вывода, либо как рассуждение. Но, собственно говоря, откуда возникает проблема? Проблема возникает из того, что реальные агенты на самом деле иногда утверждают, что они убеждены в том, что А конъюнкция Б, А импликация Б и А, но они не убеждены в случае конъюнкции в том, что А, или они не убеждены в том, что Б в случае, ну, собственно говоря, модуса понуса, когда у нас имеется импликация А и Б, и, собственно говоря, А. Джега говорит, что это можно объяснить либо тем, что агенты не понимают традиционное значение, которое мы приписываем логическим связкам конъюнкции и импликации, либо тем, что они приписывают в принципе какие-то другие логические свойства этим самым логическим связкам. То есть они как-то по-другому понимают, в чем состоит смысл конъюнкции, в чем состоит смысл импликации. Джега же полагает, то есть его позиция такова, что реальные агенты, то есть под реальными агентами он понимает компетентных носителей языка, то есть тех носителей языка, которые, скажем так, хорошо понимают тот язык, носителями которого они являются. И таким образом вот эти самые реальные агенты, они периодически все-таки совершают ошибки при использовании логических связок. Однако из того, что агент ошибся в использовании логической связки в какой-то конкретной ситуации, то есть при совершении какого-то рассуждения или при совершении какого-то утверждения, не следует делать вывод о том, что данный агент придерживается определенных в каком-то смысле странных убеждений. Здесь Джега говорит о том, что на самом деле мы не всегда объясняем поведение агентов через приписывание им убеждений. То есть традиционная точка зрения состоит в том, что у нас имеется связь между, причинно-следственная связь между поведением агентов и приписыванием им убеждений. И, соответственно, поведение агентов мы объясняем через то, какие убеждения у них имелись на данный момент. И Джега говорит, что несмотря на то, что это как бы, да, действительно традиционная принятая точка зрения, на самом деле все-таки есть случаи, в которых мы не приписываем агентам какие-то особые убеждения, которые привели к данному виду их поведения, а просто утверждаем, что данные агенты совершили некоторую ошибку. И вот он здесь в данном случае ссылается на пример с кассиром, который приводит Даниэл Дэннет, и данный кассир неправильно посчитал сдачу при, соответственно, совершении какой-то покупки. Если мы будем придерживаться традиционной точки зрения, то мы, соответственно, ошибку в счете сдачи, которую должен был дать кассир покупателю, должны объяснять с позиции того, что у агента имеются какие-то определенные убеждения. И мы должны были бы сказать, что, например, у кассира имеются определенные убеждения о том, как работает математика, как происходит там процесс сложения, процесс вычитания и так далее. Но Джека говорит, что если мы с вами как бы посмотрим на реальную практику того, как мы объясняем подобные ошибки неправильно с данной сдачей, мы увидим с вами то, что в данном случае мы не будем приписывать кассиру какие-то определенные, в каком-то смысле странные убеждения о том, как работает математическая операция сложения и вычитания. Мы на самом деле просто скажем, что кассир понимает, как работают данные операции, то есть он признает, каково стандартное значение данных операций, просто он совершает ошибку при реализации данной операции. И ошибка данной операции как раз-таки приводит к тому, что он неправильно сдает сдачу. То есть в данном случае мы не приписываем агенту каких-то особых набора, каких-то особых убеждений, которые у него имеются, мы просто-напросто говорим о том, что он совершил ошибку в операции, которую он должен был совершить все-таки правильно. Ну и, соответственно, дальше Джего говорит о том, что Дэннет утверждает, что для того, чтобы придавать смысл поведению агента в рамках вот такого холистического подхода, нам необходимо в любом случае идеализировать актуальное поведение агента. То есть вот актуальное поведение нашего агента, например, кассира, оно состояло в том, что он все-таки совершил ошибку. Но для того, чтобы мы могли представить некоторую модель того, как себя в нормальных, идеальных условиях будет вести агент и объяснять данное поведение, мы эти ошибки выносим, скажем так, за скобки и говорим о том, что все-таки агент совершает свои действия, и кассир совершает свои действия на основании определенных убеждений. Далее Джего говорит о том, что частью такой как раз-таки идеализации идеализации актуального поведения агента является как раз-таки признание наличия сильной нормативной связи между в данном случае конъюнкцией А и Б и утверждением А, или если мы будем говорить о импликации А, импликация Б и А, и, соответственно, Б. Я как раз их выделяю разным цветом, чтобы можно было понять, что к какому, соответственно, утверждению, к какой формуле у нас что относится. То есть А, импликация Б и А, и, соответственно, Б. Это именно коричневым здесь выделено. И если мы признаем наличие такой сильной нормативной связи, то есть связи, которая требует от нас, накладывает на нас, как на эпистемических агентов, необходимость переходить от конъюнкции А и Б к утверждению А, вот, в общем, эта самая идеализация и признание данной сильной нормативной связи, она приводит нас к тому, чтобы мы приписывали агенту наличие убеждения в А, если он утверждает, что у него имеется убеждение в конъюнкции А и Б, или же мы приписывали агенту наличие убеждения в Б, если агент утверждает А, импликация Б и А. Так как придание смысла поведению агентов – это, в каком-то смысле, делание этого поведения рациональным, то и рациональность в таком случае нашего агента становится некоторой идеализированной. Раз мы идеализировали все поведение агента, то, соответственно, называя данное поведение рациональным, мы автоматически рациональность тоже делаем идеализированной. В соответствии с этим, когда мы утверждаем, что агенты знают все следствия из того, что они знают, или того, в чем они убеждены, то мы обращаемся, то мы начинаем обращаться с этими агентами как с идеальными агентами, которыми на самом деле мы не являемся, и, соответственно, идеальной рациональностью мы тоже не обладаем. То есть идеальной рациональностью обладают только идеальные агенты. Мы же не являемся такими идеальными агентами, мы фактически, как кассир, склонны к допущению ошибок, и, соответственно, идеальной рациональностью мы тоже не обладаем. Таким образом, взятые по отдельности принцип нормативной рациональности и принцип когнитивной ограниченности, то есть вот этот наш эмпирический факт того, что у нас отсутствует всеведение того, как и вы, все следствия из утверждаемых нами утверждений, вот эти два принципа, они являются очевидными, и, в принципе, ну, вряд ли кто-то с ними будет спорить. Но когда они собираются вместе, у нас возникает определенный парадокс. И, соответственно, Джега нам говорит, что мы можем проиллюстрировать, опять же, проблему ограниченной рациональности, как она возникает при объяснении, опять же, когнитивной значимости некоторых наших высказываний. И вот здесь он снова возвращается к тому самому примеру про лесных сурков, про whistlepeaks и woodchucks. Соответственно, у нас есть два разных вида высказываний, то есть два разных высказывания о том, что лесные сурки – это сурки, и о том, что сурки – это сурки. Первое из этих двух высказываний у нас является когнитивно значимым. Мы помним, что наш агент, который, как это было сказано в первых главах, что наш агент будет вести себя по-другому, если он выяснит о том, что лесные сурки тоже являются сурками. Но, соответственно, когда наш агент услышит фразу о том, что сурки являются сурками, это высказывание будет для него не когнитивно значимым, потому что оно в каком-то смысле тривиально, не информативно и, опять же, самоочевидно. И влияние на поведение агента в контексте нашего холистического подхода при объяснении поведения агентов, оно никаким образом, в общем, не окажет. Соответственно, Джего дальше утверждает, что все логические истины, которые мы обычно считаем за логические истины, они так или иначе похожи на второй пример, то есть на тот пример, в котором мы утверждаем, что все сурки являются сурками. То есть в каком-то смысле все логические истины не являются когнитивно значимыми и являются тривиальными. То есть по-другому Джего здесь ссылается на цитату из Миттгенштейна о том, что, грубо говоря, в логике не может быть никаких сюрпризов. Однако Джего говорит, что все-таки, если мы посмотрим на то, как действительно работает логика, на то, как действительно мы осуществляем процесс рассуждения, то мы увидим, что все-таки в логике есть сюрпризы. И значит, раз у нас есть сюрпризы, значит, в каком-то смысле логические истины должны обладать некоторой информативностью. Ибо вот наличие этой самой информативности объясняет то, что у нас имеются некоторые сюрпризы. Когда мы утверждаем, что сурки есть сурки, сюрприза действительно нет. Но когда мы утверждаем, что лесные сурки все-таки являются сурками, некоторый сюрприз возникает. Соответственно, раз мы с вами видим, что в процессе наших рассуждений у нас действительно периодически возникают некоторые сюрпризы, значит, мы должны признать, что хотя бы некоторые логические истины все-таки на самом деле являются информативными. То есть фактически, опять же, это эквивалентно тому, что они являются когнитивно значимыми и нетривиальны. Далее Джега говорит нам о том, что если мы получаем новую информацию в результате дедуктивного рассуждения, то мы должны признавать, что такое дедуктивное рассуждение может быть информативным. То есть фактически процесс получения новой информации и приравнивается к тому, что мы приписываем некоторому рассуждению свойства быть информативным. Если какая-либо теорема информативна, то информативным должен быть и процесс ее выведения из пустого множества посылок. Так как раз множество посылок пусто, то мы не получаем информацию, которая содержится в этой теореме из этого множества, а получаем ее как раз-таки именно в процессе результата, в результате процесса выведения этой теоремы. То есть, грубо говоря, информативность возникает именно в момент того, когда мы выводим данную теорему из пустого множества посылок. Но раз посылок, собственно говоря, нет, мы нигде эту информацию получить уже еще не могли. Однако основное свойство дедуктивного рассуждения, утверждает Джага, состоит в том, что оно происходит постепенно, то есть шаг за шагом, грубо говоря, степ-бай-степ, и на каждом шаге рассуждения мы должны гарантированно сохранять истинность. И, собственно говоря, в этом и состоит свойство дедуктивного рассуждения, чтобы мы из истины могли получать истинность. Но, однако, мы должны признавать, что раз мы говорим о дедуктивных рассуждениях и говорим о том, что они происходят шаг за шагом, мы должны понимать, что каждый шаг в каком-то смысле является малоинформативным и тривиальным. То есть на нем в каком-то смысле происходит простое переструктурирование информации, которая уже содержалась в посылках рассуждения на предыдущем шаге. То есть так или иначе, мы не получаем что-то новое при переходе к следующему шагу, мы просто переструктурируем старое. Но в таком случае, если мы таким образом понимаем, соответственно, дедуктивное рассуждение, то мы имеем дело с некоторым конфликтом между нормативными принципами, которые гласят, что переход от конъюнкции А и Б к А является тривиальным и неинформативным, или же, опять же, что та же самая ситуация применяется к А импликации Б и А к переходу к Б. То есть в процессе, соответственно, модуса понуса мы тоже должны признавать, что такой переход должен признаваться тривиальным и неинформативным. Однако вот с этими нормативными принципами у нас входит в конфликт эмпирический факт того, что для нас, для реальных агентов, которые не обладают логическим всезнанием, логическим всеведением, некоторые все-таки логические истины и подобные переходы от, соответственно, конъюнкции к утверждению одного из конъюнктов и от утверждения импликации и антецидента импликации и перехода к консеквентной импликации, что данные переходы все-таки для нас иногда являются нетривиальными и информативными. И, собственно говоря, этот конфликт мы не знаем, как разрешить. То есть пока мы утверждаем, что каждый шаг в процессе этого перехода является тривиальным, мы должны все-таки прийти к утверждению того, что весь переход является тривиальным. То есть само рассуждение является тривиальным и неинформативным и не дает нам какой-то, соответственно, новой информации. Однако мы понимаем, что в действительности это не так. Мы действительно можем узнавать из наших рассуждений, то есть осуществляя переход от посылок к следствиям, нечто новое. И, соответственно, мы должны утверждать, что данный переход является нетривиальным и неинформативным. Возникает вопрос, как такое может быть. Джека говорит о том, что Дамит задавался схожим вопросом Собственно говоря, данный вопрос он формулировал как следующим образом Как дедуктивный вывод может одновременно быть и обоснованным, и полезным Если дедуктивный вывод является обоснованным, то процесс совершения этого вывода То есть переход от посылок к заключению, должен сохранять нам истинность Если посылки были истинными, то, соответственно, заключение тоже будет истинным Но если дедуктивный вывод признается полезным, то мы должны получать новую информацию В результате такого вывода, то есть когда мы переходим от посылок к заключению То есть наше заключение в каком-то смысле должно приносить нам, давать нам некоторый сюрприз По отношению к тому, что мы знали относительно на момент, когда мы знали наши посылки Однако как в таком случае такой переход может быть информативным, если истинность посылок Гарантирует истинность заключения То есть фактически все, что мы знали в посылках То есть мы ничего не узнали нового, когда мы перешли к заключению Так как мы уже все знали, что содержалось в посылках Далее Джега переходит к следующему параграфу К параграфу 6.2, который, соответственно, именуются им выбранные миры Или как, соответственно, по-английски это звучит selected worlds И он говорит, что при решении проблемы ограниченной рациональности С одной стороны нам необходимо сохранять значение логических констант То есть мы не должны вдруг решать внезапно, что из конъюнкции А и Б Мы переходим, например, к утверждению не Б Мы все-таки должны переходить от утверждения конъюнкции А и Б К утверждению А, соответственно, или Б Но, с другой стороны, нам необходимо также перестать рассматривать агента Как обладающего логическим всеведением Потому что очевидно, что мы не всегда утверждаем, что мы знаем А или знаем Б Когда мы говорим о конъюнкции А и Б Соответственно, раз у нас есть два таких требования То для того, чтобы сохранить, придерживаться, скажем так Удовлетворять первому требованию То есть сохранять значение логических констант Нам не следует слишком сильно изменять их условия истинности То есть не слишком следует сильно менять значение данных логических констант Однако, если мы хотим все-таки решить проблему ограниченной рациональности То нам необходимо внести некоторые изменения в условия истинности Ну и в семантику классической логики Чтобы избежать эпистемического всеведения То есть в данном случае из двух условий мы Из двух требований, которые присутствуют у нас Для того, чтобы мы могли считаться решившими проблему ограниченной рациональности Мы выбираем в данном подходе выбранных миров Решение отказаться от второго требования То есть, в общем-то, ограничить то знание агента Которое у него имеется Чтобы, собственно говоря, и как раз-таки избежать эпистемического всеведения данного агента В таком случае нам необходимо допустить существование неполных и противоречивых ситуаций И Джега говорит о том, что, собственно говоря, смысл неполной ситуации Будет состоять в том, что для некоторого А ситуация представляется как Не А и не отрицание А И если мы будем говорить о противоречивой ситуации То мы будем говорить о том, что в данной ситуации для некоторого А ситуация представляет и А, и одновременно не А Соответственно, из миров, которые мы конструировали в предыдущей главе Мы будем выбирать только те меры, которые логически ограничены подходящим нам образом То есть в соответствии с нашим допущением Ну и примером такого выбора логически ограниченных миров будет являться мир Который представляет конъюнкцию А и Б И, соответственно, представляет и наличие А в данном мире, и наличие Б Ну и, соответственно, наоборот То есть если в нашем мире имеется А, и в нашем мире является Б То, соответственно, наш мир должен представлять и конъюнкцию этих двух ситуаций Ситуации А и ситуации Б Те миры, которые удовлетворяют всем логическим ограничениям, которые мы будем на них накладывать, собственно говоря, и называются выбранными мирами. Вот этими самыми selected morals. И, собственно говоря, вот подход к решению проблемы ограниченной рациональности именно поэтому и называется подходом выбранных миров. Выбранные миры будут обладать достаточно логической структурой, то есть удовлетворять всем логическим ограничениям, которые мы на них накладываем, чтобы считаться мирами, в которых сохраняются значения логических констант. То есть так или иначе, мы никаким образом значения наших логических констант не изменяем в данном подходе. Но в таких мирах агент у нас не будет обладать логическим сведением. Ограничения, которые будут накладываться на выбранный нами мир для репрезентации того, что все-таки имеет место в мире, или того, что не имеет места в мире, будут выглядеть таким образом, как вот, собственно говоря, у нас представлены на слайде. Я не буду разбирать каждого из логических сведений в данном случае, но тут, я думаю, все, в принципе, понятно, что происходит. Ну, я тоже не переводила это все, соответственно, просто скопировала и вставила картинки. Но я думаю, что тут здесь, в принципе, все понятно, интуитивно и очевидно, что происходит. Собственно говоря, далее Джега говорит о том, что эти условия, которые мы накладываем на наши выбранные нами мирами, они похожи на условия, которые задавались для логически возможных рзац-миров. Ну, собственно говоря, тех миров, которые мы рассматривали в предыдущих главах. Одно единственное исключение, которое существует при формулировке этих условий, заключается в том, что нам не требуется накладывать на данный мир ограничения полноты или непротиворечивости. То есть, если рзац-миры должны у нас были быть полными и непротиворечивыми, то выбранные миры у нас не обязательно должны быть полными и непротиворечивыми. Наш выбранный мир W может как содержать в себе А, так и не содержать в себе А. То есть, соответственно, быть противоречивым. Более того, наш выбранный мир W может как не содержать в себе А, так и не содержать в себе не А. То есть, в данном случае, считаю, быть неполным миром. В логически возможных рзац-мирах нет необходимости дополнительно задавать отрицание высказываний, так как репрезентация в таком рзац-мире того, что не имеет места в нем, в данном мире строго фиксирована репрезентацией того, что в этом мире все-таки имеет место. Ну, мы, собственно говоря, можем избрать другой, но фактически эквивалентный способ задания ограничений, который будет состоять в том, чтобы все-таки определить понятие истинности в мире, которое мы будем понимать как репрезентацию в мире того, что имеет место в данном мире, и понятие ложности в мире, то есть репрезентацию того, что в мире все-таки не имеет места. Соответственно, выбранный мир W представляет, что A не имеет места в этом мире W тогда и только тогда, когда W представляет, что в мире имеет место не A. То есть не A истинно в мире тогда и только тогда, когда A будет ложным в мире. Отношение между истинностью в мире и ложностью в мире можно представить как выбор пары миров. Вот, собственно говоря, я пишу, что w равно w плюс и w минус, где w плюс у нас будет обозначать наличие множества истин в данном мире, а w минус будет обозначать множество ложностей в данном мире. Соответственно, данная пара w, где у нас представляется множество w плюс и w минус, будет являться выбранным двойным миром, ну или, как Джека говорит, double world. И эта пара двух миров будет являться двойным миром тогда и только тогда, когда будут соблюдаться данные условия. Ну и, соответственно, данные условия я тоже на слайде представляю. Ну, как мне кажется, они тоже, в принципе, более-менее очевидны, и исходя из того, как мы описываем вот этот подход выбранных миров, в принципе, они понятны и каких-то дополнительных пояснений, на мой взгляд, не требуют. Такие миры, которые мы получаем в результате выбора пары миров, в которых у нас утверждается истинность в мире и ложность в мире, они представляют фактически собой модели пара непротиворчивых и пара полных логик. То есть в пара непротиворчивых логиках мы ставим под вопрос закон противоречия, то есть мы говорим, что из принципа о том, что из противоречия следует все, что угодно, данный принцип у нас не работает в пара непротиворчивых логиках, и мы, соответственно, утверждаем, что из противоречия не следует все, что угодно. Ну, а в пара полных логиках у нас, соответственно, не работает закон исключенного третьего. Джего отмечает, что он, тем не менее, несмотря на то, что вот он рассматривает такой подход выбранных миров для решения проблемы ограниченной рациональности он не предлагает заменить классическую логику паранепротиворчивой или парополной логикой, ну или каким-то из вариантов данных логик. Общезначимость выводов или общезначимость наших, соответственно, рассуждений будет в любом случае определяться принципами классической логики. Модели же, которые представляют наши паранепротиворчивые и парополные логики, нужны исключительно для того, чтобы представить модель эпистемических состояний, ну и, соответственно, раз мы говорим о эпистемических состояний, нам необходимо характеризовать эти эпистемические состояния через то содержание, которое у них имеется. Ну и данное содержание является информационным, и таким образом мы представляем, мы используем вот модели паранепротиворчивых и парополных логик для того, чтобы представить то, каким образом мы могли бы понимать эпистемические состояния и то информационное содержание, которое индивидуализирует данные эпистемические состояния. Таким образом, вот эти самые модели выбранных миров, они позволяют предложению А одновременно быть истинным и ложным или не быть таковыми, то есть не быть ни истинным, ни ложным, точно так же, как и вот эти самые выбранные миры, которые у нас при таком подходе образуются. Как мы будем, соответственно, определять данные модели? Первый способ определения таких моделей состоит в том, чтобы заменить функцию эвалюации или функцию оценки для нелюбителей калек некоторым отношением, которое будет связывать атомарное предложение P с истинным значением, то есть P либо истинно, либо ложно. P истинно или ложно, P истинно и ложно, или же, соответственно, P неистинно и ложно. Ну, в зависимости от того, какую, соответственно, модель мы выбираем, пора непротиворечивая или пора полной логики. Второй способ определения таких моделей состоит в том, чтобы сохранить функцию эвалюации V, но понимать под V от P как любое подмножество-множество, состоящее из двух элементов – истина и ложь. Соответственно, в таком случае функцию эвалюации V от P мы будем представлять как пустое множество, в котором P у нас является ни истинным, ни ложно. Или же, соответственно, при выборе второй варианта логики мы будем представлять функцию эвалюации V от P как множество состоящее из двух элементов – истина и ложь. То есть, соответственно, P будет одновременно и истинным, и ложным. Затем можно определить, как понимать отношение истинности в модели M. То есть, соответственно, M у нас будет являться истинным в модели M тогда и только тогда, когда истина у нас принадлежит функции эвалюации V от P, и, соответственно, отрицание P у нас будет истинным в модели M тогда и только тогда, когда функции эвалюации от P у нас будет принадлежать значение ложь. Ну и, соответственно, мы можем обратным образом определить отношение ложности в модели. Соответственно, на слайде я тоже представила, как это будет выглядеть, просто обратное отношение. После того, как мы определили то, как понимается истинность, и ложность модели M, мы можем перейти к тому, как можно решить проблему логического всеведения агента. То есть наш подход выбранных миров, напомню еще раз, заключается в том, что мы сохраняем значение логических констант, но пытаемся при сохранении значения логических констант каким-то образом ограничить логическое всеведение нашего агента. И, соответственно, вот остается вторая часть нашей задачи при решении проблемы ограниченной рациональности решить, собственно говоря, как же ограничить логическое всеведение агента. Здесь в качестве основного подхода к решению проблемы логического всеведения агента берется эпистемическая логика хинтики. Здесь мы представляем эпистемические и доксастические состояния, то есть состояние знания и состояние убеждения, как реляционные структуры в пространстве эпистемически возможных миров. То есть знать какую-то пропозицию, то есть если мы говорим, что агент знает какую-то пропозицию P, это означает, что эта пропозиция истина во всех достижимых мирах. Получать новую информацию, то есть когда мы говорим, что агент получает некоторую новую информацию, мы будем понимать как исключение определенных миров из множества эпистемически возможных миров. То есть если мы исключили какие-то миры в результате нашего дедуктивного вывода, то есть мы ограничили множество эпистемически возможных для нас миров, то мы такой вывод будем считать информативным. То есть он нам, собственно говоря, дал некоторую информацию, на основании которой мы и исключили данные миры из множества эпистемически возможных. Если мы утверждаем, что существует некоторый общезначимый вывод заключения из множества посылок, и существуют выбранные миры, в которых каждый элемент данного мира истинен, а, соответственно, вывод, который мы делаем на основании перехода от данных элементов мира, то мы можем, собственно говоря, построить такую модель, в которой агент знает каждый элемент множества посылок, но не знает вывод, который мы можем сделать из этого множества посылок. Таким образом, получается, что modus ponens также может не выполняться в таких выбранных мирах. Выбранные миры ограничены таким образом, что импликация, ну то есть а импликация b у нас истина в нашем мире, тогда и только тогда, когда а ложно, либо b истина в данном мире. Но наше а может быть как истинным, так и ложным, и тогда а истина, а импликация b истина, так как а у нас уже по условиям было ложным, даже если b у нас в таком случае будет являться ложным. Таким образом, мы можем представить агента как знающего и а, и а импликация b, но не знающего, что b. Тем самым, фактически, у нас агент теряет логическое всеведение в случае рассуждения по типу modus ponens. То есть он знает у нас все посылки, но не знает у нас заключения из этих посылок. То есть в результате перехода, некоторый переход он осуществляет, и этот переход для него будет являться информативным, он узнает некоторую новую информацию. Ну и, собственно говоря, информационное содержание логических истин и общезначимых дедуктивных выводов мы можем представить в терминах возможных миров, которые, собственно говоря, исключаются в результате реализации данных общезначимых дедуктивных выводов. Например, а дизюмция не а, истина в тех мирах, где а не истина, не ложна. Информационное содержание данной формулы – это множество оставшихся выбранных миров, так как часть выбранных миров была нами исключена, и раз мы их исключили, то мы можем говорить о том, что была приобретена новая информация, собственно говоря, на основании которой мы и произвели исключение вот этих вот оставшихся миров. При осуществлении подстановок в схему а, дизюмция не а, информационное содержание у нас изменяется, так как изменяется приписываемое множество выбранных миров. В, соответственно, дизюнкции, например, P и не P, или не P, истинностное значение будет приписываться P. В Q дизюнкции не Q истинностное значение будет приписываться Q. И раз мы, собственно говоря, приписываем истинностное значение различным переменным, то есть в одном случае мы приписывали P, в другом случае мы приписывали Q, мы будем говорить о том, что информационное содержание данных, высказывание данных формул, соответственно, P или не P, Q или не Q, они будут отличаться друг от друга. Ну, так как, собственно говоря, переменные отличаются. Таким образом, информационное содержание модуса понуса мы можем представить как различие между содержанием посылок и содержанием посылок плюс заключения из этих посылок. Если дедуктивный вывод у нас информативен, то должно происходить уменьшение содержания при переходе от посылок к посылкам и заключениям. То есть, фактически, в результате данного перехода мы должны исключать какие-то миры из множества эпистемически возможных миров. То есть, мы их, грубо говоря, уменьшаем, количество этих самых миров, ну и, соответственно, мы их уменьшаем на основании некоторой новой информации. Содержание А и А импликация Б предстоит как множество выбранных миров, в которых А истина, и, соответственно, А импликация Б тоже истина, накладывая ограничения на данные миры, которые связаны с значением конъюнкции, так как если мы будем, соответственно, формализовывать наш модус-понус, то мы утверждение А и утверждение А импликация Б будем связывать друг с другом при помощи конъюнкции, то эпистемически возможными становятся только те выбранные миры, в которых и А, и Б истины, и в которых А истина и ложна, независимо от значения Б. Добавляя заключение Б, соответственно, вот, фактически соединяя нашу конъюнкцию с Б при помощи еще, соответственно, одной конъюнкции, мы из эпистемически возможных миров исключаем еще и те миры, в которых Б у нас тоже является истина. То есть мы фактически осуществляем последовательную операцию исключение некоторых миров из эпистемически возможных миров на основании значения наших логических констант, ну, в данном случае, наших логических связок, логических союзов. Джека утверждает, что такой подход выбранных миров фактически успешнее справляется с представлением эпистемических состояний и информационного содержания, чем традиционный подход возможных миров. Тем не менее, у этого подхода есть, имеется ряд серьезных проблем. Первая проблема связана с тем, что подход выбранных миров относит достаточно простые, ну, вот, как я уже говорила, что я периодически перевожу как правило вывода, английское значение inferences иногда, как рассуждение, что рассуждение по типу modus ponens и по типу modus talent uponens или правило вывода фактически, они, соответственно, вот этот подход выбранных миров относит данные правила вывода или данные рассуждения к информативным. То есть, раз происходит исключение миров, то, в соответствии с тем, как мы определили, что значит быть информативным для некоторого рассуждения, мы вынуждены признавать данные рассуждения или данные правила вывода как информативные, потому что в результате данных рассуждений действительно происходит некоторое исключение миров. Но в соответствии с этим подходом мы правила вывода удаления конъюнкции и введения конъюнкции, например, должны относить к неинформативным, потому что исключения миров не происходит. Но раз мы определили с вами, какое рассуждение или какое правило вывода мы будем считать информативным или неинформативным по критерию того, исключаются ли миры или не исключаются миры в результате совершения такого рассуждения, мы, соответственно, и вынуждены в рамках этого подхода относить одни правила вывода или одни рассуждения к информативным, а другие к неинформативным, в зависимости от того, происходит исключение миров или не происходит. Однако Джека настаивает на том, что на самом деле у нас нет никаких оснований вот таким образом классифицировать правила вывода или рассуждения, то есть классифицировать их как информативные или неинформативные, потому что и modus ponens, и удаление конъюнкции являются на самом деле неотъемлемой частью значений и импликации, и конъюнкции соответственно. Так как такая классификация правил вывода или рассуждений на информативные и неинформативные носит, в общем-то, собственно говоря, произвольный характер, то есть у нас нет никаких непроизвольных, скажем так, оснований для того, чтобы разограничивать наши рассуждения или правила вывода на тривиальные и нетривиальные. Для подхода выбранных миров, утверждает Джека существенно, что в логике, которая возникает в результате применения этого подхода, то есть фактически это параконсистентный или паранепротиворечивый, параконсистентный или парополный, у меня здесь ошибка, параконсистентный или парополный логики, в рамках данных логик некоторые общезначимые выводы не считаются общезначимыми, что, собственно говоря, выглядит логичным. То есть то, что у нас классическая логика считается общезначимым в рамках параконсистентных и параполных логик не является общезначимым. Из этого следует, что либо мы знаем все логические следствия того, что нам известно в данной логике, либо этот подход все-таки не помогает решить проблему ограниченной рациональности из-за того, что он все-таки не справляется с проблемой логического в себе и не агента, а именно решить проблему логического всеведения агента, и было задачей данного подхода выбранных миров для того, чтобы справиться в итоге с большей проблемой нашей ограниченной рациональности. Джейбер говорит о том, что сторонник подхода выбранных миров может попытаться все-таки спасти свой подход, предложив другой способ понимания информационного содержания того, что значит быть для дедуктивного вывода общезначимым. Он может попытаться утверждать о том, что приобретение информации, то есть приписывание некоторому рассуждению свойства информативности, не должно считаться тождественным разницей между содержанием посылок и посылок и заключением. Но приобретение информации должно считаться тождественным объединенному содержанию посылок и отрицанию заключения. Соответственно, такое понятие джега предлагает называть и именовать информацией под звездочкой, ну, чтобы отличать от традиционного понятия информации. Однако, если мы будем принимать такое понимание информации, то есть такое понимание, что значит быть информативным для дедуктивного рассуждения, то есть информация под звездочкой, мы придем к тому, что все выводы, наши дедуктивные, будут считаться информационными, вот в этом смысле информация, понимаемая под звездочкой. Но в таком случае, раз у нас все выводы считаются информационными, значит, мы фактически тривиализируем понятие вообще дедуктивной информации, раз мы вообще не разграничиваем, что действительно является информативным, что несет для нас новую информацию, и, соответственно, что для нас не несет новую информацию, ну, соответственно, без звездочек. Такое следствие для нас, утверждает Джега, является крайне плохим и дает нам все-таки возможность понять, что требуется для решения проблем ограниченной рациональности такой подход, в котором все-таки будет проводиться различие между информативными и неинформативными дедуктивными выводами. То есть, соответственно, при попытке модифицировать подход выбранных миров и попробовать определить информацию как информацию со звездочкой, мы на самом деле это различие между информативными дедуктивными выводами или дедуктивными рассуждениями и неинформативными дедуктивными выводами или рассуждениями просто стираем. В таком случае, раз Джега говорит о том, что нам требуется такой подход, в котором этого стирания не будет происходить, то есть будет сохраняться различие, то это означает, что базовые все-таки выводы будут считаться неинформативными, то есть какие-то простые выводы, простые рассуждения будут считаться неинформативными. А вот более сложные дедуктивные выводы, например, наподобие теоремы Гёделя, как говорит Джега, они все-таки будут считаться неинформативными. И нам все-таки хотелось бы при решении проблемы ограниченной рациональности разграничивать вот эти самые базовые выводы, типа введение конъюнкции, удаление конъюнкции и так далее, введение отрицания, удаление отрицания от тех дедуктивных рассуждений, совокупность которых представлена в теореме Гёделя. Все-таки очевидно, что есть какая-то разница в содержании между данными выводами. Ну и, соответственно, нужно каким-то образом попытаться объяснить, в чем же данное содержание заключается. Вторая проблема, которую указывает Джега, которая связана с подходом выбранных миров, заключается в том, что подход выбранных миров не может объяснить, почему все-таки вот эти самые выбранные миры являются подходящим инструментом для анализа наших эпистемических понятий. Ну, то есть для понятий знания, для понятий убеждения, для понятий информации, для понятия информационного содержания и так далее. Это обусловлено тем, что подход выбранных миров стремится решить проблему логического всеведения агента за счет того, что эпистемически достижимые миры оказываются незамкнутыми относительно логического следования. Но по определению, стандартному определению, эпистемически достижимым миром является такой мир, который агент считает возможным. То есть W является эпистемически достижимым из W' для некоторого агента I, только если I считает W возможным, исходя из всего, что этот самый I знает W'. То есть миры эпистемически достижимые для агента I из мира W' это те миры, которые являются возможными для агента I в мире W'. И мир W считается эпистемически достижимым, когда в мире W представлена ситуация, которую агент I может обоснованно считать эпистемически возможным. Агент I таким образом будет находиться в каком-то возможном информационном состоянии, в котором он будет рассматривать, является ситуация эпистемически возможной в таком мире или нет. Ну и, соответственно, когда он будет исключать данные ситуации из эпистемически возможных, он, соответственно, будет приобретать новую информацию. Ну и, соответственно, поэтому рассуждение, в результате которого он будет исключать данную ситуацию из эпистемически возможных миров, ну и, соответственно, определять, являются ли данные миры эпистемически возможными или невозможными, такие рассуждения, в рамках которых он будет реализовать данное рассуждение, они будут у нас являться информативными. Однако, как говорит Джага, мы можем попробовать абстрагироваться от конкретной эпистемической ситуации, в которой находится агент, и попробовать вести речь об эпистемически возможных мирах в принципе, ну или, как он говорит, deeply epistemically possible worlds, ну что вот я предложила перевести как сильно эпистемически возможные миры. Сильно в таких, соответственно, мирах мы можем различать сильную эпистемическую возможность и сильную эпистемическую необходимость. Соответственно, именно эти понятия мы будем использовать, когда будем рассуждать о знании, убеждении, информации и, соответственно, содержании. Соответственно, таким образом получается, что сильно эпистемически возможно, что а, тогда и только тогда, когда в некоторых эпистемически возможных мирах представлено а, а сильно эпистемически необходимо, что А, тогда и только тогда, когда во всех эпистемических возможных мирах представлено А. Соответственно, сильная эпистемическая необходимость предполагает эпистемическую неизбежность. Ну, грубо говоря, опять же. Если А сильно эпистемически необходимо, то все агенты, независимо от того, в какой эпистемической ситуации находятся эти реальные агенты, они знают, что А, потому что А у нас является сильно эпистемически необходимым. Однако основной вопрос, как говорит Джега, заключается как раз таки в том, а действительно ли есть что-то, что является сильно эпистемически необходимым. Возможно, то, что мы называем эпистемически необходимым, оно является просто эпистемически необходимым, а не сильно эпистемически необходимым. Ну и, соответственно, не все агенты А, не все агенты у нас могут знать, что А, если оно не сильно эпистемически необходимым. А знать, как ОА, в котором, собственно говоря, эти агенты и могут, оно будет зависеть от того, в какой эпистемической ситуации находятся эти самые агенты. Далее Джага говорит о том, что как раз-таки, раз этот вопрос перед нами встает, то мы должны приходить к выводу о том, что подход выбранных миров, вот этих самых selected worlds, отождествляет класс сильно эпистемически возможных миров с классом выбранных миров. То есть фактически все выбранные миры для нас будут являться сильно эпистемически возможными мирами. Именно в этом как раз-таки и состоит ошибка данного подхода. Некоторые выбранные миры являются явно противоречивыми, а мы, соответственно, это видели, потому что данные миры у нас представляют собой модели либо пара непротиворечивых, либо пара полных логик, и, соответственно, такие миры не могут в принципе попадать в класс сильно эпистемически возможных миров. Так как конъюнкция А и не А не является сильно эпистемически возможным, то, соответственно, конъюнкция А и не А не является и эпистемически возможным для любого агента. Агент в принципе никогда не рассматривает для себя как эпистемически возможный мир, в котором имеется конъюнкция А и не А, то есть конъюнкция некоторых двух, например, противоречивых утверждений. И происходит это как раз-таки потому, утверждает Джего, что в принципе такая ситуация и мир, в котором такая ситуация может быть возможна, не является сильно эпистемически возможной. Да, она может быть эпистемически возможной, но она не является сильно эпистемически возможной. Соответственно, все агенты не должны знать о том, что возможна такая ситуация, что А и не А. Ни один мир, в котором А одновременно и истинно, и ложно, то есть имеется конъюнкция А и не А, не может быть сильно эпистемически возможной. Джего называет миры, в которых все-таки у нас утверждается наличие ситуации, в которой у нас имеется конъюнкция А и не А, прожорливанной мирами. Ну, то есть, видимо, я так понимаю, что это связано с тем, что этот мир съедает и истинность А, и, соответственно, ложность А, то есть ему без разницы, каким является А, и поэтому вот, в общем, он ест все А, которые у него есть, поэтому он их называет прожорливыми мирами. Соответственно, возражение Джего как раз-таки подходу выбранных миров состоит в том, что подход выбранных миров не совместим с убеждением рационального агента в том, что неверно утверждать, что у нас одновременно имеется А и не А. И, соответственно, оно состоит не в том, что этот подход входит в противоречие все-таки с тем, в чем на самом деле рационально убеждены агенты, то есть это на самом деле можно каким-то образом попробовать эти два условия примирить с подходом выбранных миров. Но то, что невозможно примирить с подходом выбранных миров, и в этом заключается суть возражения Джего, это касается того, что само понятие эпистемически возможных миров исключает существование таких очевидно прожорливых миров. То есть когда мы утверждаем, что используем понятие эпистемически возможных миров, мы не имеем в виду, что это миры, в которых утверждается одновременно и наличие А, и наличие не А. Однако, если мы исключим такие прожорливые миры из нашего рассмотрения, то мы возвратимся к проблемам стандартного подхода возможных миров, и подход стандартных возможных миров обратно возвращает нас, в свою очередь, к проблеме логического всеведения нашего агента. То есть фактически проблему ограниченной рациональности мы с вами снова решить не можем. Джего указывает на то, что именно понятие сильно эпистемически возможных миров приводит как раз-таки к возникновению проблеме ограниченной рациональности. Если мы будем моделировать эпистемические состояния и эпистемическое содержание данных состояний, используя множество миров и отношения между ними, то нам придется принимать существование логически невозможных миров. Однако мы не можем принимать существование тривиально невозможных логических миров, а именно таковыми, то есть тривиально невозможными мирами, являются наши прожорливые выбранные миры, в которых утверждается у нас наличие и А, и не А. Соответственно, нам следует найти такие миры, которые были бы невозможными для того, чтобы нам смоделировать каким-то образом отсутствие логической во всеведении у агентов. Но эти миры одновременно не должны быть тривиально невозможными, потому что тривиально невозможный мир – это наш прожорливый мир, в котором утверждается тривиальная, в каком-то смысле, истинность, отрицание того, что может быть одновременно А и не А. То есть таким образом нам требуется понятие более, скажем так, незаметной противоречивости, то есть А и не А очевидно непротиворечиво, мы замечаем это сразу, и, соответственно, такой прожорливый мир нам не подходит. Нам нужно найти какое-то понятие более незаметной противоречивости, более тонкой противоречивости, скажем так, которая не была бы столь очевидной на первый взгляд, как эта противоречивость, которая встречается в наших прожорливых мирах, которые, возможно, были в рамках подхода выбранных миров. Вот попытку найти такую более неочевидную противоречивость, более тонкую противоречивость, Джего предпринимает в параграфе 6.3, когда он рассматривает подход модели урн Шарая. Этот подход, собственно говоря, будет пытаться представить нетривиально невозможные миры, как это было в подходе выбранных миров, что мы, собственно говоря, посмотрели, и не является удовлетворительным для того, чтобы решить проблему ограниченной рациональности. Ну и, соответственно, данный подход будет пытаться представить некоторые, скажем так, нетривиально невозможные миры, то есть неочевидно, по-другому можно сказать, невозможные миры. Такие модели были предложены Хинтикой и Рантала. Задача, собственно говоря, этих моделей состояла в том, ну и, соответственно, задача Хинтики и Рантала состояла в том, чтобы охарактеризовать данные модели нетривиально невозможных миров, как такие модели, которые были бы настолько незаметно противоречивыми, что эту противоречивость не смог бы заметить обычный логик, сколько бы компетентным он ни был. То есть эта противоречивость настолько тонкая, настолько неочевидная, что сходу, как противоречивость между А и не А, мы заметить не можем. Такие модели основываются на теоретике игровых моделях классической первопорядковой логики, которую предложил Хинтика. Соответственно, в рамках данной модели мир у нас представляется, как некоторая урна с шарами или с индивидами, из которой два игрока, соответственно, два наших плантера, по очереди вытаскивают шары, ну или, соответственно, вытаскивают индивиды. В игре, которую мы, соответственно, обозначаем G от Game, у нас игрок первый вытаскивает индивида, который удовлетворяет условию А, и если он вытащил индивида А, который, соответственно, удовлетворяет данному условию, то игра у нас продолжается, как вот у меня написано на слайде, как вот, соответственно, X от А. Дальше у нас имеется следующий, как бы, ход в этой данной игре, когда у нас имеется второй игрок, который вытаскивает из этой же самой урны с шарами или с индивидами индивида А, удовлетворяющего условию А, и игра продолжается следующим образом, ну, фактически точно таким же, как продолжалась она у нас при первом шаге. Соответственно, первый игрок определяет, как будет продолжаться у нас игра в случае А конъюнгции B, и игрок второй определяет, как у нас будет продолжаться игра в случае А дизюнгции B. Индивиды могут возвращаться обратно в мир, то есть наши шары могут помещаться обратно в урну с шарами после того, как они были вытащены, и такие модели называются инвариантными. И семантика данных моделей – это классическая первопорядковая семантика. В моделях, в которых вытащены индивиды или, соответственно, шары, которые мы вытаскиваем из урны, не возвращаются в мир после того, как их вытащили, называются вариативными. И, соответственно, семантика, которая описывает данные модели – это не классическая первопорядковая семантика. Идеи хинтики заключались в том, чтобы представить как раз-таки такие вариативные модели, то есть модели, в которых мы вытаскиваем шары или наших индивидов из мира и возвращаем их обратно, которые варьируются настолько незаметно, что на определенном уровне логического анализа их вообще невозможно отличить от инвариантных моделей. То есть настолько эта незаметность незаметна для нашего взгляда, для реального агента, который пытается сравнить данные модели, что она фактически остается невоспринимаемой. И, соответственно, такие модели хинтика называет невозможными-возможными мирами. Джего говорит о том, что это не очень хорошее название, соответственно, невозможные-возможные миры, но, соответственно, продолжает все равно характеризовать, соответственно, модели хинтики и рантал. И вот далее он дает, соответственно, три базовых определения, которые нужны для того, чтобы понять эти модели. И вот последовательность урн в домене D – это счетная последовательность домена, в котором I у нас принадлежит N, где домен N у нас равен D, и для каждого I, который больше или равно единице, и домен от I у нас включается в домен I такого, что для некоторого H' принадлежащего D, ну и так далее. Я не буду это все говорить, потому что это будет долго. Соответственно, вы можете посмотреть на слайде, как это написано, как определяется, соответственно, у нас понятие последовательности урн. Далее он, соответственно, переходит к определению модели урны M, то есть это пара M и последовательность M, где M – это у нас классическая первопорядковая модель с доменом D, и, соответственно, наш треугольничек – это последовательность урна в домене D, которую мы определили ранее. Предложение А выполнимо в модели урн М, когда у игрока под номером 2 у нас имеется выигрышная стратегия в нашей игре G, которая у нас разыгрывается в нашей модели М. Ну и, соответственно, D инвариантная будет называться такая модель урны М, в которой у нас соблюдаются вот те условия, которые представлены у меня на слайде. То есть у нас, собственно говоря, этот наш игрок 2 последовательно вытаскивает шары или индивиды из мира, шары из урны или индивидов из мира. И, соответственно, вот такими отношениями, в таких отношениях у нас находится сам игрок и, соответственно, те шары или индивиды, которые он вытаскивает. Если эти отношения таковы, то перед нами, соответственно, D инвариантная модель урны М. Соответственно, мы определяем, как множество индивидов, доступных для вытягивания, ну, для доставания из мира или шаров, которые доступны нам для вытягивания из урны при нашем подходе A. Д инвариантные модели ведут себя точно так же, как классические модели для всех предложений A, в которых тогда, ну, тогда и только тогда, когда глубина вложенности квантера в данных моделях у нас не превышает величину D. Для таких A у нас, соответственно, M, наша модель M является D-инвариантной моделью тогда и только тогда, когда у нас A выполнима в M. Таким образом, утверждает Джега, модели урн, с одной стороны, удовлетворяют всем логическим требованиям, то есть мы сохраняем все значения наших логических констант, о чем мы говорили в самом начале, когда пытались определить, как же нам решать проблему ограниченной рациональности. Но, с другой стороны, эти самые модели урн хорошо подходят на роль сильно эпистемически возможных миров, то есть они не представляют собой прожорливые миры, в которых у нас одновременно утверждается, например, A и не A, и это утверждение является тривиальной невозможностью. То есть это перед нами не прожорливый мир, а мир, скажем так, более утонченный. Соответственно, если мы вспомним понятие эрзац-миров, которое вводилось у нас в предыдущих главах Джега, то мы будем говорить, что только те эрзац-миры W, которые соответствуют некоторой модели ООН-М, будут называться сильно эпистемически возможными мирами. Ну и, соответственно, они будут являться сильно эпистемически возможными мирами, именно потому что они, в общем-то, и не будут тривиально невозможными. Однако Джега тоже отмечает, что у данной модели, несмотря на то, что вроде бы она хорошо решает сложности, которые возникали в предыдущем подходе с выбранными мирами, у нее тоже существует несколько проблем. Первая проблема связана как раз-таки с понятием логической компетентности агента, которая измеряется в рамках данного подхода в глубиной вложенности плантера D. Основная идея заключается в том, что более высокий уровень логической компетенции агента коррелирует с возможностью данного агента строить правильные рассуждения с использованием предложений с большим количеством вложенных плантеров. То есть чем большее количество вложенных плантеров в предложениях, которые строит агент, тем более логически компетентным он считает. Отношение эпистемической достижимости агента с логической компетентностью D ограничено тем, что во всех достижимых ограничено так, что все достижимые миры модели УРН являются D' вариантами для всех D', которые меньше D. Такой агент представляется идеальным агентом, однако это не идеальный агент вообще. Его идеальность, скажем так, ограничена пределами его логической компетентности. А логическую компетентность мы как раз таки измеряем глубиной вложенности квантера D, то есть способностью данного агента строить правильные рассуждения с использованием предложений с большим количеством вложенных квантеров. Ну и, собственно говоря, Джека говорит о том, что сторонник подхода модели вот УРН Шарами, такого подхода, может попробовать заменить индивидуалистическое понятие логической компетентности агента на понятие общей логической компетентности. То есть если мы, соответственно, определяем логическую компетентность в зависимости от того, какова его способность строить, делать предложения с большим количеством, строить рассуждения с большим количеством вложенных квантеров, то это, собственно говоря, касается конкретного агента, который строит данные рассуждения. Но мы можем попробовать заменить такое индивидуалистическое понятие логической компетентности на как раз таки понятие общей логической компетентности или, скажем так, социальной логической компетентности. И в данном понятии будут отражаться стандарты понимания языка, некоторые социальные ожидания рационального поведения неидеальных агентов, то есть, в общем-то, агентов, которыми являемся мы с вами. И, соответственно, при использовании понятия общей логической компетентности, вот этой социальной логической компетентности, мы будем рассматривать логические ошибки как некоторую неудачу агента в схватывании соответствующего понятия, то есть, грубо говоря, вот его ошибка. Но мы будем, соответственно, называть ошибкой такую неудачу в схватывании соответствующего понятия, если эти ошибки будут происходить, скажем так, по одну сторону от установленного нами социального стандарта того, что значит быть логически компетентным агентом. То есть, грубо говоря, если мы представим стандартную такую шкалу, и в середине этой шкалы мы разместим указательно то, что будет считаться логической компетентностью, то то, что будет находиться левее данной шкалы, будет считаться логической ошибкой, а вот то, что будет находиться правее данного отметки на данной шкале, будет считаться уже, соответственно, некоторой вычислительной ошибкой, которая будет связана не с тем, что конкретный агент, у которого происходит неудача в схватывании определенного соответствующего понятия, то есть это не его личная проблема, грубо говоря, это будет проблема вообще всех агентов, которая связана просто с недостатком когнитивных ресурсов, которые у нас имеются. И, соответственно, вот эту когнитивную ограниченность агентов или вот это логическое всеведение агентов, которое и создавало нашу проблему ограниченной рациональности, мы как раз таки можем решить за счет установления вот этого некоторого стандарта разграничения, того, что будет являться просто ошибкой конкретного агента, и то, что будет являться ошибкой вообще для всех агентов, ну просто потому, что они являются когнитивно ограниченными. Однако Джега утверждает, что, собственно говоря, глубина вложенности квантера, то есть вот эта вот величина D, это в принципе плохой способ измерения, что индивидуальной, что вот этой общей социально-логической компетенцией агента И вот он приводит пример Предположим, что Анна построила корректное доказательство математического утверждения А, в котором нет ни одного предложения, глубина вложенности квантера в котором была бы больше, чем D Если корректное построение доказательства не было сделано Анной чисто случайно, она построила данное доказательство благодаря своим, собственно говоря, когнитивным способностям То этот факт корректного доказательства, он отражает ее компетентность, то есть она умеет строить доказательства, она понимает, что значит построить корректное доказательство И, соответственно, мы не должны измерять ее компетентность менее, чем D, собственно говоря, потому что D это и есть вот эта вот наша стандартная величина, которой мы измеряем логическую компетентность агента В таком случае ни одна D' инвариантная модель не является эпистемической возможностью для Анны для любых D', которые меньше, чем D Ну, собственно говоря, потому что компетентность Анны мы измеряем как не менее, чем D Но так как наше утверждение, математическое утверждение A встречается в доказательстве, глубина вложенности квантера в A должна быть не более, чем D И, следовательно, так должно быть во всех D-инвариантных моделях Таким образом получается, что A на самого начала знала, что A, и тогда то, что она доказывала это A, фактически ни к чему новому ее не привело И, соответственно, ее доказательства оказываются просто-напросто неинформативны То есть все, что она знала в начале доказательства, она не получила никакой новой информации, она не узнала ничего нового, когда она пришла к концу некоторого доказательства Но, соответственно, раз она ничего нового не узнала, значит, это доказательство является неинформативным И, соответственно, вывод, который делает Джега из этого примера, следующий. Мы не должны связывать напрямую параметр DES ни с индивидуальной логической компетенцией агента, ни с его, соответственно, общей вот этой вот социальной логической компетентностью. Если мы будем так делать, то мы опять будем представлять агентов, как обладающих логическим сведением относительно всех предложений, как только что у нас с вами получилось в примере с Анной. И тогда все рассуждения, которые будут включать в себя такие предложения, автоматически будут становиться бессодержательными, ну, в данном случае, то есть фактически неинформативными, раз Анна знала все на начало построения доказательства, и ничего нового она не узнала в конце, то есть в тот момент, когда она завершила построение данного доказательства. Но, однако, у нас опять же имеется наш, скажем так, эмпирический факт того, что общезначимые дедуктивные рассуждения все-таки могут быть для нас информативными. И это означает, что все-таки некоторые чисто условия истинностные рассуждения, в которых квантеров вообще нет, все-таки являются для нас информативными. Ну и, собственно говоря, Джега говорит о том, что вот эта проблема, она фактически является основной проблемой для модели, для второго подхода, то есть для подхода модели, построения модели Уршарами. Таким образом, получается, что модели Уршарами лучше представляют эпистемически возможные миры, чем подход выбранных миров, который был рассмотрен в параграфе 6.2. Однако при таком подходе модели Уршарами у нас слишком много рассуждений считается неинформативными. Соответственно, при подходе выбранных миров, которые мы рассматривали в параграфе 6.2, у нас не очень понятно, как мы, в принципе, различаем информативные и неинформативные рассуждения. У нас те рассуждения, которые считаются обычно неинформативными, внезапно оказываются неинформативными. А при втором подходе, который мы рассматриваем в параграфе 6.3, то есть при рассмотрении моделей Уршарами, у нас, наоборот, слишком много рассуждений оказываются неинформативными. То есть фактически происходит некоторая такая трансформация. Ну и, собственно говоря, Джего утверждает, что в чем проблема от этих двух подходов. Она в том, что мы используем, что используя такие модели, мы проводим четкую границу между, возможно, информативными и, необходимо, неинформативными рассуждениями. И критерием разграничения этих рассуждений на информативные и неинформативные является наличие в них вложенных квантеров. Ну, собственно говоря, то есть как в определении было представлено. Ну и, собственно говоря, здесь Джего, указывая на то, что существует такой четкий критерий, переходит к следующему параграфу, к последнему параграфу данной главы. Параграфу 6.4, в котором он говорит нам о неопределенных эпистемических возможностях. В этом параграфе Джего фактически говорит о том, что мы должны посмотреть на проблему ограниченной рациональности несколько с другой позиции, скажем так, с другого аспекта, для того, чтобы понять, в чем заключается суть этой проблемы. И чтобы увидеть суть этой проблемы и, наконец-то, выйти к решению этой проблемы в последующей 7-8 главе, мы должны обратить внимание на то, что проблема ограниченной рациональности на самом деле оказывается похожа на существующий парадокс Кучи. Или, как вот в английском называется, third argument. Соответственно, Джего утверждает, что и проблемы ограниченной рациональности, и парадокс Кучи обладают схожей структурой. То есть структурно это одна и та же проблема. Ну и, соответственно, раз в основании парадокса Кучи лежит проблема неопределенности предикатов, то, соответственно, раз структурно это VAC predicates, то, соответственно, раз в основании парадокса Кучи лежит данная проблема, то, соответственно, и в основании проблемы ограниченной рациональности тоже, скорее всего, должна лежать эта же самая проблема. Начинает этот параграф Джега с общей характеризации того, что же такое парадокс Кучи. Ну, соответственно, парадокс Кучи представляет собой некоторую серию утверждений, в которых в каждом утверждении мы должны приписать некоторый предикат F и должны, соответственно, сделать это приписывание предиката F в данном утверждении правильным образом. То есть мы должны определить, правильно ли будет приписывать этот некоторый предикат F каждому конкретному случаю в данной серии. Проблема возникает тогда, когда мы обнаруживаем, что переход от явных случаев наличия предиката F, то есть тогда, когда мы должны приписать предикат F, к явным случаям отсутствия F, то есть тогда, когда мы не должны приписывать предикат F. Этот переход, соответственно, происходит через множество неявных случаев, в которых мы не можем с уверенностью утверждать о необходимости приписывания предиката F нашему конкретному случаю. То есть мы не можем утверждать, имеется ли у нас F или отсутствует F в данном конкретном случае. Наш процесс утверждения, имеет место предикат F в конкретном случае или нет, то есть должны мы его приписывать или нет, регулируется, собственно говоря, тем, что называется принципом толерантности. Общая, соответственно, формулировка данного принципа гласит, что для любых двух смежных пар случаев, если мы решаем, что случай первый обладает предикатом F, то есть мы должны приписать предикат F, то мы должны считать, что и случай 2 тоже обладает F, и мы тоже должны приписать предикат F. Однако, если мы будем применять принцип толерантности к каждой из последующих смежных пар случаев в нашей серии, то мы в итоге придем к тому, что все случаи будут обладать F, просто потому, что у нас нет никакого другого принципа, который бы положил конец применению нашего принципа толерантности при приписывании предиката F в паре наших схожих случаев. Однако, если мы так каждый раз будем повторять наш принцип, применять наш принцип толерантности и все время приписывать F к каждой следующей паре смежных случаев, то мы в итоге придем к тому, что у всех случаев будет иметься F. Однако, если мы посмотрим опять же на эмпирический факт, мы увидим, что этот эмпирический факт будет противоречить, то есть будут иметься некоторые явные случаи, в которых предикат F будет отсутствовать, то есть мы не должны его приписывать. Однако у нас нет никакого принципа, который бы остановил нас от приписывания предиката F, потому что мы продолжаем пользоваться, придерживаться принципа толерантности, а принцип толерантности говорит, что мы должны продолжать приписывать предикат F, если у нас имеются две смежные пары. Соответственно, вот у нас возникает своего рода парадокс. Ну, не знаю, можно ли называть это парадоксом, но так или иначе это определенная проблема. Ну, и вот джега для иллюстрации данного парадокса Кучи приводит пример с традикатом быть жадным. Если мы находимся на какой-то вечеринке, и на данной вечеринке у нас стоит коробка конфет, конфетки очень маленькие, и возникает вопрос, сколько конфеток можно взять. Или, например, у нас есть тарелка с нарезкой колбасы, и, соответственно, у нас есть множество кусочков колбасы в данной тарелке, и мы должны определить, сколько кусочков колбасы, то есть каково количество кусочков колбасы или количество конфет, которые мы можем взять, какое предельное количество кусочков колбасы, какое предельное количество конфеток маленьких мы можем взять из нашей коробки или из нашей тарелки. для того, чтобы не считаться жадным. Ну, так как это имеет для нас определенные социальные последствия, мы не хотим, чтобы нас называли жадными, то мы должны понимать все-таки, сколько мы можем взять, и сколько нам, в какой момент мы должны остановиться и перестать брать данное количество. Ну и, соответственно, принцип толерантности для подобных случаев с конфетами или с кусочками колбасы будет выглядеть следующим образом. Для любого числа n, если взять ровно n конфет из общей коробки на вечеринке не означает быть жадным, то взять ровно n плюс 1 конфет тоже не означает быть жадным. Ну, то есть, если взять одну конфетку из коробки конфет, это не быть жадным, то, соответственно, взять 1 плюс 1, то есть 2 конфетки тоже не будет быть, не означает быть жадным. Соответственно, мы можем продолжать брать наши, применяя принцип толерантности в рамках нашего рассуждения по типу парадокса кучи, мы можем продолжать брать конфетку за конфеткой, конфетку за конфеткой и кусочек колбасы за кусочком колбасы, и, соответственно, в какой-то момент мы заберем всю колбасу или мы заберем все конфетки, которые у нас были в коробке, и, соответственно, это очевидно противоречит тому факту, что кто-то нас все-таки не назовет жадным, потому что если мы забрали все конфетки из коробки, какие были, или мы забрали все кусочки колбасы, которые были на тарелке, то, очевидно, нас с вами назовут жадным. Ну, то есть фактически рассуждение начинается с того, что мы приписываем n значение единицы, и затем, применяя modus-ponus, мы переходим к заключению, что взять две конфеты или взять два кусочка колбасы не означает быть жадным. Дальше мы применяем принцип толерантности, меняем, соответственно, приписываем значение n2, и дальше применяем снова modus-ponus и так далее, и так далее. И, соответственно, у нас всегда человек, который будет брать n плюс одну конфет или n плюс один кусочек колбасы, не будет считаться жадным. Но очевидно, что тот, кто заберет из общей коробки все конфеты, ну или, например, тысячу конфет, или тот, кто заберет все кусочки колбасы, он все-таки будет считаться жадным. Как, соответственно, нам решить данную проблему, как нам выбраться из этого парадокса? Можно попробовать, в принципе, отказаться от принципа толерантности и утверждать, что существует, скажем так, принцип некоторого строгого предела, или, как Джейга говорит, sharp cut-off principle, согласно которому все-таки n плюс один конфет или n плюс один кусочков колбасы в нашем примере уже все-таки будет считаться показателем жадности. То есть, грубо говоря, взять, например, 10 конфет или 10 кусочков колбасы не будет считаться жадным, но вот как только мы добавим плюс одну конфету или плюс один кусочек колбасы, то есть их получится 11, то это уже, соответственно, будет считаться быть жадным. Однако все-таки мы понимаем, что такой вариант решения парадокса кучи кажется нам неудовлетворительным, потому что мы просто не знаем все-таки, каким должно тогда все быть это число n. То есть, почему мы тогда должны решать, что n кусочков колбасы или n количество конфет и должно быть именно таким? Почему 10, а не, например, 20? Можно попробовать решить данный парадокс кучи другим способом. Можно попробовать утверждать, что мы все-таки рационально должны придерживаться принципа толерантности. То есть, мы должны, собственно говоря, говорить, что если n, то n плюс 1 тоже допустимо. Один из таких вариантов решения парадокса кучи, это, собственно говоря, вариант, который предложил Дами. Он утверждает, что владение языком, то есть быть компетентным носителем языка, означает умение употреблять эти самые наши неопределенные предикаты. Вот эти самые предикаты, что значит быть жадным и так далее. Ну и, соответственно, раз в нашем языке существуют такие неопределенные предикаты, и компетентные носители языка умеют применять данные предикаты и понимают, кого в каком случае следует называть жадным, а кого не следует называть жадным, вне зависимости от того, каково n количество конфет или n количество кусочков колбас, колбасы, которые мы взяли, то, соответственно, мы просто должны прийти к выводу, что наш язык полон противоречий, и, соответственно, мы должны прийти к такому выводу, что да, мы никуда не можем... Наш естественный язык полон таких противоречий, ну и, соответственно, дальше, видимо, прийти к утверждению о том, что нужно строить некоторый неестественный язык, формальный язык, в котором противоречий не будет. Схожие позиции придерживаются Соренсен и Экланд, как утверждает Джего. Джего чуть подробнее рассказывает позицию Соренсена и говорит, что Соренсен полагает, что вот эта самая неопределенность предикатов, некоторых предикатов, которые у нас есть, она возникает из-за существования так называемых нефундированных истин, ну вот эти самые ungrounded truth. Нефундированные истины – это такие истины, которые нефундированы тем, каким является мир, то есть те истины, которые являются фундированными, они как раз-таки фундированы тем, каков мир на самом деле, то есть имеются такие факты, которые позволяют, соответственно, этим истинам существовать. То есть, грубо говоря, эти факты являются вот этими самыми truth-мейкерами, которые и делают наши истины истиной. Соответственно, если у нас есть некоторые нефундированные истины, значит, это такие истины, которые являются истинами, но, тем не менее, у них нет truth-мейкеров, то есть в мире нет такого факта, который делал бы их истиной. Из-за наличия в мире таких нефундированных истин у нас и становятся возможными такие утверждения, в которых у нас наличествуют неопределенные предикаты, которые Соренсон называет пороговыми утверждениями. То есть мы, грубо говоря, не можем найти порог, мы не можем найти предел, в котором мы должны прекратить применять данный предикат. И такие пороговые утверждения, они в принципе являются неопознаваемыми с точки зрения Соренса. Раз в мире нет ничего такого, что фундировало бы эти самые утверждения, мы не можем найти в мире такой факт, который мы могли бы выяснить, мы могли бы познать и, соответственно, выяснить эту истину, то, соответственно, и познать данные утверждения мы не можем. То есть узнать данные нефундированной истины невозможно в принципе. Ну и, собственно говоря, вот взять энное количество конфет не означает быть жадным, это вот, это у меня в кавычках указано, то есть вот это самое утверждение, оно будет с точки зрения Соренсена пороговым утверждением, потому что нету никакого факта в мире, который бы, собственно говоря, был трусмейкером для данного утверждения. Ну и, соответственно, раз они пороговые, то, по идее, раз мы предполагаем, что взять энное количество конфет не означает быть жадным, то вот, скажем так, пересечение данного порога, когда мы берем n уже плюс 1, уже было бы, соответственно, означало бы, что мы, соответственно, уже являемся жадными. Тот факт как раз-таки, тот факт того, что такие утверждения кажутся нам абсурдными, что взять n-ное количество конфет не означает быть жадным, собственно говоря, абсолютно нормально. То есть да, мы действительно считаем такие утверждения абсурдными, но это совершенно нормально. Дело в том, что мы их называем абсурдными именно потому, что у нас банально нету эпистемического доступа к данным утверждениям. Собственно говоря, эпистемического доступа у нас нету, потому что нету ничего в мире, что фундировало бы эти утверждения, то есть нету некоторого трусмейкера, который мы могли бы найти, обнаружить и познать его. Ну и, соответственно, данное утверждение окажется нам, ну, в каком-то смысле лишенным истинностного значения, то есть мы не можем приписать ему ни истинность, ни ложность, фактически мы приписываем ему просто значение абсурдности. И Соренсен вот так метафорически их именует слепыми пятнами, то есть раз мы не можем их найти, мы ничего о них не можем и утверждать. Есть другой вариант, ну, схожий, решение, соответственно, проблемы неопределенных предикатов и, соответственно, парадокса Кучи, который предлагает Тимоти Уильямса. Он говорит, что границы все-таки предикатов существуют на самом деле, просто они для нас неопознаваемы, ну, собственно говоря, мы являемся когнитивно ограниченными агентами. То есть будь мы не когнитивно ограниченными, мы бы знали, каковы эти границы предикатов, и у нас бы не возникала парадокса Кучи. Мы бы знали всегда, когда правильно, при каком количестве n конфет мы должны называть человека жадным, при каком – не должны. Но просто мы когнитивно ограничены, и мы, соответственно, не знаем, в каком случае, каковым должно быть это n, чтобы мы могли называть одного жадным, а другого уже не жадным. Но он говорит, что фактически изменения в семантических фактах, они настолько малы и незаметны для нас, то есть у нас нету вот этой, скажем так, остроты зрения, остроты наблюдения, замечания изменений вот в этих семантических фактах, чтобы мы могли уловить, что эти изменения произошли. И раз мы не в состоянии их уловить, изменения в этих семантических фактах, мы, соответственно, и не в состоянии уловить, когда происходит сдвиг в истинностных значениях утверждений, которые как раз-таки и зависят в данном случае от семантических фактах. Джека говорит, что фактически любое решение парадокса Куччи, оно предполагает решение проблемы неопределенности, то есть вот как раз-таки решение проблемы неопределенности границ применения предикатов. И решить эту проблему простым отказом от принципа толерантности, то есть утверждением, что этот принцип толерантности ложен, просто нельзя. Мы, помимо того, что должны показать, что этот принцип толерантности ложен, мы должны показать, соответственно, не только просто то, что он ложен, то есть отрицать его, мы должны еще показать, почему он, собственно говоря, может быть ложным, То есть что эквивалентно тому, что, возможно, существует принцип предела, то есть мы должны найти, в чем заключается суть этого принципа предела, то есть объяснить фактически, почему именно n-ное количество конфет, это взять n-ное количество конфет, не является жадным, а взять n плюс 1 конфет уже является жадным. И, соответственно, почему получается так, что если этот, собственно говоря, принцип предела действительно существует, то есть мы должны сказать, что n-ное количество конфет взять, это не жадный, а n плюс 1 будет жадный, почему все-таки обычные люди не в состоянии воспринять смысл этого принципа предела, то есть почему, собственно говоря, возникает этот самый парадокс кучи, почему мы в разных случаях применяем предикат быть жадным к разным ситуациям, когда кто-то взял n-ное количество конфет, мы называем его в одном случае жадным, в другом случае при том же самом n-ном количестве конфет, мы не называем его жадным. То есть почему, собственно говоря, люди, наши самые эпистемические агенты, не могут схватить вот этот принцип предела. Таким образом, Джего утверждает, что парадокс кучи тесным образом связан с проблемой ограниченной рациональности, как раз-таки при этой проблеме нормативные связи между эпистемическими содержаниями наших рассуждений, они вступают в конфликт с эмпирическим фактом того, что мы не являемся идеальными логическими агентами, которые всегда должны были знать, каково все-таки информационное содержание, эпистемическое содержание их рассуждений. Далее Джего говорит о том, что возможно занимать одну из двух крайних позиций в отношении вот этого самого эпистемического содержания, если мы будем говорить о наших самых рассуждениях, информативных рассуждениях. Можно, соответственно, быть идеализатором, а можно быть ревиализатором. Идеализатор будет утверждать следующее. Вследствие фиксированных значений логических констант, эпистемически возможные миры замкнуты относительно логического следования. Ну, соответственно, раз мы знаем, что значит быть конъюнкцией, что значит быть импликацией, что значит быть дезюнкцией, мы никак не можем отменить для наших утверждений то, каким образом они связаны, если они связаны как раз-таки конъюнкцией, импликацией и дизюнкцией. То есть они так или иначе оказываются замкнутыми относительно того, что из них следует. Соответственно, любой невозможный мир не будет возможным тривиальным образом, и значит, он не будет являться эпистемически возможным миром. Ну, логично. Следовательно, только логически возможные миры могут считаться эпистемически возможными мирами. То есть фактически логика, то есть вот эти самые значения логических констант накладывают ограничения на то, что значит быть эпистемически возможным миром для нас, возможным миром для нас. Мы не можем знать то, что находится за пределами того, что включено в значение наших логических константов. Ну и, соответственно, эпистемическое пространство – это такое идеальное пространство классических возможных миров. То есть здесь ничего у нас не меняется, если мы занимаем с вами позицию идеализатора. Однако мы можем занимать другую позицию – позицию тривилизатора. Тривилизатор утверждает, что вследствие того, что у нас отсутствует логическое всевидение, это эмпирический факт, то мы должны отбросить принципы замкнутости для эпистемически возможных миров. Эти, собственно говоря, принципы замкнутости можно понимать как некоторые такие наши психологические причуды. То есть нам кажется, что так должно быть, однако это на самом деле не является. То есть такого на самом деле не имеет места. Поэтому, собственно говоря, принцип замкнутости мы должны исключить. И все миры, которые, сколько бы тривиально противоречивыми они ни были, то есть, например, вот миры, которые мы рассматривали при подходе выбранных миров в параграфе 6.2, в которых у нас очевидно тривиальным является утверждение А и не А, то, собственно говоря, такие миры у нас будут все равно считаться эпистемически возможными мирами. И в таком случае эпистемическим пространством, в отличие от эпистемического пространства идеализатора, для тривилизатора таким пространством будет являться тривиальное пространство, состоящее из абсолютно всех миров. То есть неважно, есть ли в этом мире у нас противоречия, которые возникают из того, что мы утверждаем одновременное наличие А и не А, то есть фактически мы нарушаем смысл нашего закона противоречия. Неважно, такой мир все равно будет у нас включаться в множество наших возможных миров. Для идеализатора, конечно, такой мир включаться не будет, мы должны его исключить, потому что это невозможно с точки зрения применения принципа непротиворечия. Но Джека говорит о том, что идеализатор фактически ошибается относительно эпистемических понятий по тем же причинам, что и тот, кто принимает принцип толерантности относительно неопределенных предикатов. Дело в том, что идеализатор ошибочно пытается провести границу между тривиально близкими мирами для определения среди них эпистемически возможных миров. То есть, собственно говоря, он берет все тривиально близкие миры и пытается их разграничить на те, которые являются эпистемически возможными, и те, которые не являются эпистемически возможными. И, соответственно, раз это разграничение требует проведения некоторых границ. Ну и, соответственно, здесь мы попадаем в ту же самую ситуацию, что у нас была, в принципе, толерантность. То есть если какой-то определенный мир, например, под номером 1 является эпистемически возможным, а мир под номером 2 является тривиально близким ему миром, то мы должны по принципу толерантности утверждать, что этот тривиально близкий мир номер 2 тоже должен являться эпистемически возможным. И таким образом мы, собственно говоря, применяем принцип толерантности до бесконечности, и в итоге все тривиально близкие миры, вот эти самые пары близких миров, у нас оказываются эпистемически возможными мирами. Джега говорит о том, что принятие такого рода принципа толерантности для эпистемически возможных миров ведет идеализатора к тому, что ни один из противоречивых миров не может быть эпистемически возможным. То есть эпистемически возможные миры фактически отождествляются идеализатором с логически возможными мирами, ну, как я, собственно говоря, и сказала. В качестве принципа толерантности здесь выступает как раз-таки принцип замкнутости эпистемически возможных миров относительно логического следования, ну, что тоже, собственно говоря, является очевидным. Однако тривиализатор тоже ошибается относительно эпистемических понятий, смысл содержания эпистемических понятий точно так же, как и ошибается идеализатор. Однако ошибается тривиализатор все-таки по другой причине. Причина состоит в том, что тривиализатор просто стремится отказаться от признания принципа замкнутости относительно логического следования. Если идеализатор у нас признает данный принцип, то тривиализатор от него просто пытается отказаться. Однако точно так же, как парадокс Кучи не решается простым отказом от принципа толерантности, точно так же и проблему ограниченной рациональности невозможно решить, просто отказавшись от принципа замкнутости относительно логического следования. Помимо того, что мы должны утверждать, что мы должны отказаться от данного принципа, мы должны еще ответить на вопрос, каким образом, как вообще может оказаться так, что принцип замканности технологического следования может быть ложным, с учетом того, что у нас есть фиксированные значения логические константы, мы хотим их все-таки сохранять, и тем, что у нас имеются нормативные отношения между тривиально связанными эпистемическими содержаниями в базовых правилах вывода, ну или, собственно говоря, в наших рассуждениях. То, о чем, собственно говоря, раньше говорилось. То есть так или иначе у нас имеются значения логических констант, у нас имеются нормативные отношения между содержаниями наших посылок и заключениями в нашем выводе, мы не можем от них отказаться, но таким образом мы должны каким-то образом объяснить, каким образом все-таки возможно отказаться от принципа замканности при сохранении значения логических констант и нормативных отношений между содержаниями наших посылок и заключений. И, собственно говоря, Джего потихоньку подводит итог всей данной главы, утверждая о том, что проблема ограниченной рациональности должна решаться за счет поиска третьего пути, то есть нахождения третьей позиции между идеализатором и тривилизатором. Ну, раз это у нас радикальные позиции, то мы должны найти какую-то умеренную позицию. То есть, с одной стороны, мы должны отрицать, что эпистемические возможные миры замкнуты относительно логического исследования, но в то же время мы не должны отвергать нормативную значимость правил вывода, связанных с логическими константами. Ну, собственно говоря, то, чего как раз-таки не хватает тривилизатор. Нормативное понятие эпистемического содержания с точки зрения Джего – это как раз-таки неопределенное понятие, то есть точно так же, как вот у нас имеется вот этот самый неопределенный предикат «быть жадным». И вот это самое понятие эпистемического содержания – это такой же, ну, грубо говоря, неопределенный предикат, как и предикат «быть жадным». Связано это как раз таки с тем, что цепочка тривиальных и неинформативных рассуждений способна все-таки привести к получению нами информативного содержания в результате осуществления нашего рассуждения. То есть где-то происходит какой-то очень незаметный нам сдвиг в информационном содержании, который обеспечивает нам переход от отсутствия какого-то нового содержания в результате наших неинформативных посылок при переходе в итоге к информативному заключению, которое мы получаем в результате нашего рассуждения. Ну и, соответственно, для того, чтобы избежать отрицания замкнутости эпистемически возможных миров относительно логического исследования, необходимо использовать миры, у которых будет отсутствовать внутренняя логическая структура. Для того, чтобы избежать отвержения нормативной значимости правил вывода, необходимо отрицать, что все такие миры без внутренней логической структуры являются эпистемически возможными. Ну и, соответственно, видимо, вот эти два утверждения, которые были на предыдущем слайде, чтобы избежать отрицания замкнутости, избежать отвержения нормативной значимости, это, видимо, то, чем Джега будет заниматься как раз-таки в главе 7 и 8, когда будет представлять свое решение о проблеме ограниченного рациональности. Ну и далее, наконец, он подводит окончательный итог данной главы, говоря о том, что как раз-таки вот те решения, проблемы рациональности, которые существуют и которые были представлены в параграфе 6.2 и 6.3, то есть подход выбранных миров и подход модели урншарами, они не были успешными именно потому, что они как раз-таки пытались установить четкий предел между конкретными содержаниями, то есть провести четкую границу между тем, что считается информативным диодуктивным рассуждением и тем, что считается неинформативным диодуктическим рассуждением, и между тем, включается ли одно эпистемическое или доксастическое состояние в другое или, соответственно, не включается. Ну а раз мы видим, что структурно проблема ограниченной рациональности похожа на парадокс Кучи, то мы не можем, в принципе, провести этот четкий предел, провести вот эту четкую границу. И, значит, попытка проведить такую границу, она всегда будет обречена на провал. Собственно говоря, поэтому эти два подхода выбранных миров и модели Урушарами и оказываются неуспешными. Ну и завершает, наконец, данную главу Джега указанием на то, что точно так же, как решение парадокса Кучи, не требует от нас отказа от неопределенных предикатов, то есть исключение данных предикатов из нашего языка и вообще, грубо говоря, не должны больше никогда никого называть жадным, независимо от того, сколько он конфеты, кусочек колбасы взял, или пытаться установить четкие границы применения этих предикатов, то есть два кусочка колбасы – это быть нежадным, а вот если съесть всю подложку колбасы, то это быть жадным, то, соответственно, точно так же и решение проблемы ограниченной рациональности не требует от нас проведения четкой границы между информативными общезначимыми рассуждениями и неинформативными общезначимыми рассуждениями. Эту проблему требуется, в общем-то, решать несколько иным образом, а не вот таким простым, когда мы, грубо говоря, ставим четкую границу между тем, что считается информативным, а что не считается. Вот на этом, собственно говоря, главу Джага заканчивает, ну и далее, соответственно, в следующих главах будет уже рассказывать, как он предлагает решать эту проблему. Все, на этом мой доклад закончен. Да, вот я тут хочу сделать небольшое замечание, что даже с первой подложки колбасы я съел не все кусочки. Спасибо. Я ждала второе содержание. Второе замечание. Ссылка на поведение эпистемического агента, ну никак не релевантна, ни в каком контексте, ни в каком отношении. Это в начале было вроде бы, да? Ну почти в начале. Ну да, мы должны исключить ссылку на поведение эпистемических агентов. Но это критерием является. Чего? Правильности на эту теорию, объясняющие убеждения и знания. Если мы с этой теорией определяем поведение, то конец нам. Мы не определяем теории поведения, мы используем поведение конкретных эпистемических агентов в качестве критерия правильности наших теорий. Если наши теории объясняют поведение реальных агентов, значит они правильные. Точно так же, как в естественных науках. Если теория объясняет поведение физических предметов, то значит теория правильная. Но ведь... Но ведь все-таки человеки чуть-чуть более сложно себя ведут, чем физические объекты обычно. Еще и рандомно иногда. Ну с виду во всяком случае. И что, вот у нас нашелся человек, который не вписывается в нашу теорию. Что теперь? Теория неправильная? Ну вот этот пример с кассиром. Грубо говоря, мы должны либо придумать, собственно говоря, новую теорию, согласно которой у нас кассир имеет какие-то свои собственные убеждения, потому что мы, в общем-то, предполагаем, что мы должны объяснять поведение агентов через то, какими являются их убеждения. Ну либо, соответственно, мы просто говорим, что теория та же самая. То есть точно такая же теория, которая применяется к нам, к рациональным агентам, которые не совершают ошибок. Но тем не менее, вот этот конкретный, точно такой же рациональный агент, как и мы, но он просто совершил ошибку, потому что он не идеален. Все ошибаются. Как говорит известный нам персонаж, что я тоже человек. Я бы хотел добавить. Некоторые, а может быть даже очень многие, принципиально желают ошибаться. Я готов привести аргумент касательно чисто логических ошибок. Некоторые считают, что я зовусь Анкиным Дмитрием Владимировичем, но при этом они отрицают, что я или Анкин Дмитрий Владимирович, или Папа Римский. В таком случае мы должны просто сказать, что они, скорее, скажем, что они просто не понимают значение. То, что я набираю, например, мои спектрии. Правда, на самом деле. Ну, это очень мягкое. Дмитрий Владимирович, хочу купить квартиру на третьем и четвертом этаже. Зачем? Ну, вы понимаете, да? То есть, вот я написал такое объявление, например. Я написал. Если правильно использовать, интерпретировать логический союз с точки зрения того, как работают логические связки, то я хочу двухэтажную квартиру. Но это же не верно. А просто, ну, естественно, язык косячит. Или вот, например, в Нижнем Тагиле регулярно идут объявления. Я не уверен, что естественный язык косячит. Естественные люди косячат. Я не уверен в том, что естественные люди косячат. Вы думаете, а логика? Я не думаю, что логика косячат. Да кто косячат? Косячат тот, кто применяет классическую логику в естественном языке. А зачем она тогда вообще нужна? Она нужна. Она делает минимальный загон, в котором человек должен быть. Минимальный загон. Это правда, кстати. Ну вот. А другой просто пример. В Нижнем Тагиле на вокзале отгибляют выходить перроном по первому и второму туннелю. Я всегда вынужден сказать. Это вот. Я не квант. Я не могу. Хотелось бы. Не получается. Не кое Шрёдингера. Да. Не кое Шрёдингера. Приходить только со своим котом на вокзал. А между прочим, для кота Шрёдингера имеется логика. Квантовая логика. Да. Она, кстати, довольно... Можно идти и так, и так. Но надо быть котом Шрёдингера и следовать квантовой логике. Предметные книги, возражения. Пока мы не скатились. Туда, куда мы однозначно скатимся в ближайшее время. У меня есть один вопрос, который, в принципе, идёт не только к Джега, не только к этой голове, а в принципе к руке. И в том числе это тоже. И в принципе тем, кто об этом говорит, рациональность и так далее. Почему мы так зациклены на том, чтобы продолжать называть наших студентов рациональными, когда они делают ошибки? Давайте назовём их иррациональными. Нет. Почему? В чём проблема в том, что я убеждаюсь, что мои студенты не понимают, что... Студенты... Ну, студенты... Студенты таят надежду, что у них есть разум. Почему? И противоречишься надежде. Преподаватель тает надежду, что у его студентов есть разум. Не, если мы будем говорить, что агенты иррациональны, то они должны случайные действия вообще совершать. Но они не совершают случайные действия. Не совершают случайные действия. В чём проблема? Объяснять, говорить, что поведение людей и вообще в принципе любых агентов, оно действительно является случайным и рациональным. Да, мы не сможем тогда понимать... А то не случайное в подлинном смысле слова. Я не знаю, что ожидать. Я не знаю, что ожидать от поведения агентов. Да, так я действительно не знаю, что это будет. Ну, подождите, ребят, есть общепризнанная сейчас практически всеми, ну, за исключением марксистов, но с ними все понятно, австрийская школа в экономике, в микроэкономике, фон Мизес, это просто, ну, как бы, когда я прочитал фон Мизеса, мне философия стала во многом не нужна, социальная философия мне стала не нужна. Я все понял сам для себя, потому что люди, люди рандомно совершают какие-то действия, но не подлинно, случайно, а просто они не могут делать все вычисления всегда, и они цепляются за что-то, что им помогает совершать действия, и они убеждены, будто бы это действие, ну, как бы, комфортно доставляет, иными словами, это действие. Вот, и оно так и работает, вот, Лев не даст соврать, он сам акции покупает, вот, насколько там все странно порой происходит, но это же действительно странно, там нет рациональных агентов, кроме нейронок, которые написаны, что... Что-то тема для кружка. Нет, ну, Лев все знают. Роснано-то надо? Ну, вот, я думаю. Не надо. Не стоит. Нет, ну, взлететь может что угодно, это же российские акции, но... Ну, то есть я понимаю, что да, для того, чтобы понимать, почему вот сейчас никто из вас не кидается в свободный путь от меня, нужна какая-то определенная... Нужна определенная... Нужна определенная теория поведения, которая будет объяснять все-таки, почему вы не делаете этого, и почему я что-то не делаю. Ну, а мы не должны это делать. Ну, почему? То есть вопрос, если мы все-таки действительно хотим построить теорию, вот вы, как говорили, что это теория, это неправильно. То есть да, мы должны построить теорию, которая будет объяснять, почему никто из вас сейчас не кидается в меня стулок. Соответственно, мы должны уметь предсказывать поведение людей. И мы, видимо, предсказываем его в рамках этого политического подхода, мы предсказываем его в рамках того, что у нас имеются определенные рациональные убеждения. Все агенты являются рациональными, и я могу достроить их процесс рассуждения, понять, какие посылки и посылки имеются, и к какому заключению они приходят, что не нужно в меня кидаться в стулок. И, соответственно, определенную связь. Но не всегда ведь это так работает. Сегодня с утра мне пришла смс от анонимного номера, где было сказано, что если вы шлепнете Олю по лицу стулом, то вам заплатят миллион долларов. Мое поведение в таком случае будет вполне рациональное, а ты, в принципе, не обладаешь способностью понять, почему. То есть для вас, для всех это будет выглядеть как безумное действие. Подожди, в таком случае я просто банально не знала посылки. Хорошо, так мы не всезнающие, в этом же и проблема. Тогда как мы можем быть уверены, что мы в каждый момент времени все достраиваем? Это да, у меня другой вопрос, почему мы вообще должны достраивать, почему мы считаем, что люди действуют и совершают свои какие-то действия на основании вот этого некоторого процесса. И мы можем его достраивать. Особенно когда в университете работаешь. Да, возможно это потому что я работаю со студентами. Ну, я-то больше про бюрократов. Студенты намного более рациональные, чем бюрократы. Ну, по моему опыту во всяком случае. Они хотя бы просто хотят одного и того же, все понятно. Баллы. А чего хотят бюрократы, вообще непонятно. Вы преувеличиваете насчет рациональной студентов? Я сам был студентом совсем недавно, поэтому я знаю, чего хотят студенты. Они не знают, чего они хотят. Они хотят пить, развлекаться, играть на гитаре. Как ко мне пишет студентка, она не знает, какой ей предмет сдавать. Можете мне поставить какой-нибудь предмет? Я сказал, сдавайте какой хотите. Вот поэтому я студент, у которых вы лекции ведете, а я практические занятия, я от вас подальше их держу. Баллы сам выставляю. Да страшно. Так вот, кто-нибудь может мне ответить на мой вопрос? Запомни только вопрос. Не, ну смотри, у меня нет философского. Это не вопрос только к Джеке. Это в принципе вопрос ко всем. Я понимаю, почему так происходит. Я понимаю, что видимо по-другому может быть, потому что в принципе не может. Но почему бы не попробовать по-другому? У меня нет философского ответа, только вот такой обыденный, но ты его и сама понимаешь. У нас же хочется, чтобы теория предсказывала что-то. У нас тогда все люди оказываются одинаковыми. То есть, грубо говоря, все одинаково. То есть, поведение любого человека, мы в состоянии с вами… Модель, я имею в виду. Модель, да. Модель поведения любого человека, мы в состоянии построить, исходя из того, какие убеждения у него имеются и из того, какие рассуждения, грубо говоря, он устроит. То есть, исходя из убеждений, он приходит к своим действиям. Почему мы не можем просто, грубо говоря, взять и убедить людей от тех, кто действует действительно таким образом и назвать их рациональными, и те, которые таким образом не действуют и назвать их нерациональными? Потому что никто не действует всегда 100% времени. Хорошо. Не всех людей поделить на то, что часть поступков людей являются рациональными, которые действительно обусловлены или можем… Нравится мне, когда люди предлагают делить людей на группы. Как бы… И не хочу сейчас об этом говорить, но похоже на то, что есть какая-то вот определенная некоторая предпосылка о том, что нужно все, грубо говоря, объяснить одним и всем же способом. Вспомни, что делали с людьми, которые были атеистами и другими мертвол-дизордерами, носящими людей в Средневековье. Сажали на корабль и отправляли туда-туда подальше, потому что не писали. Но это хоть не инакал. Иногда инакал. Как вот. Я бурманный способ. Я только рассказывала, что мы всех сжигаем. Когда у меня приходят противоречия в рамках… Ты же знаешь, что не всегда всех сжигаем. …христианская доктрина. Да, мы именно все-таки рады. Ты из Абель просто насмоталась. Ну, это же уже не Средневековье. Средневековье. А не Средневековье. Это эпох возрождение. Это конец. Ну, конец Средневековье. Ну да, тут сложно. То есть, не было же такого, что 1 января 1400 года. Наконец-то Средневековье закончилось. Средневековье. Не было такого, да. И в разных странах было по-разному, понятное дело. Испания в этом плане сильно отстала от жизни. Она, по-моему, до сих пор не совсем вырвалась. Это правда. Я тебе рассказывала, что я в шахматы поиграл с порпугольцами? Да. И что? Португольцам что? Три-два. Слышно? Я три, он два. Ну нормально. Он разыгрывал Средневековье партию. Все известно. Уже. Нет, нет. Он с тех пор, как узнал, что я русский, он начал играть только русскую партию. Это у Петров до конца. Ненавидит же ее абсолютно. А я хожу со слоном на В3. Я тоже, кстати, иногда пробую. Чтобы все забить. Вот да. Что-то вроде этого. То есть, ну, там как бы… Да нормально, пусть живет, что хочет. Там у нас есть еще участники, может, кто-то хочет. Да. Аня, ты вообще нас слышала? Потому что я не уверен, насколько этот микрофон работает хорошо. Я здесь, все отлично слышно. Ну, я, к сожалению, не могу разрешить. Это микрофон. Я, к сожалению, не могу разрешить проблему Ольге и сказать, почему мы хотим от людей рациональности и отгибаем. Вот. Мне все-таки кажется, что когда мы придумываем какие-то теории, то мы придумываем их для того, чтобы объяснить не рациональных людей. Потому что так, что не рациональных людей, то есть, как невозможно. И все. А ты не могла бы еще повторить… Да, у нас технически… Да, у нас тут немного было сложно все, но сейчас вроде лучше стало. Я говорю, что я не могу сказать с уверенностью не то, что все люди рациональны, не то, что мы можем как-то их однозначным образом разделить на рациональных и нерациональных. Но мне кажется, достаточно просто объяснить тот факт, почему, когда мы, значит, говорим об теориях, объясняющих наши убеждения или там наше поведение посредством наших убеждений, мы все-таки ориентируемся на рациональность. Потому что поведение нерациональных людей просто невозможно объяснить каким-то регулярным образом. И, соответственно, думать о нем неинтересно. Предположить, что рациональность фундаментальной логики. Можно? Аня, а вот почему ты говоришь, что поведение рациональных людей вообще никак не объяснить? Можно же собрать датасет условный из поведений сотни тысяч таких людей и сделать нейронку, которая будет это анализировать, график написать и все прочее, и все прочее. То есть, закономерности там какие-то будут? Если мы найдем закономерности, значит, мы сможем построить рассуждение. Сейчас мы построим рассуждение, значит, мы автоматически делаем. Нет, мы не сможем, потому что мы не знаем, что нейронка делает. Мы только результат видим. Конечно. Мы только видим функцию на... В смысле, график функции мы видим на выходе. Скажу тебе, стандартные. Таком случае... Таком случае... Мы узнаем это дальше. Нейронки, о которых я говорил во всяком случае, они по определению там невозможно понять, что происходит. В этом смысл их работы, потому что они тоже рандомизированные. Алгоритмы там рандомизированные. Илья, почему ты называешь это объяснение? Предсказание может быть, но на объяснение это совсем не похоже. Ну, согласен, что это не объясняют по-человечески. Но, условно, те же самые корпорации, всякие гуглы и прочие ребята, они таким занимаются, и они объясняют экономическим образом сами для себя. То есть, кто на что кликает, когда, если он что делал перед этим в прошлом. Да, это не человеческое объяснение, не содержательное, но оно каузальное. Вполне себе объяснение, как ведет себя объект в данном случае, даже не агент, а объект, вот в цепочке событий. Некоторые вероятности. Ну, если попытаться провести аналогию, скажем, с физическим объяснением, то мы же не будем называть удовлетворительной теорию, которая, скажем, говорит нам, скажем, если мячик отпустить, он всегда упадет вниз. И если там перышко отпустить, оно тоже всегда упадет вниз. И если гирю отпустить, оно тоже упадет вниз. Но не говорит нам, почему все эти предметы делают так. Потому что это описание факта, который происходит. А объяснение — это объяснить, как минимум привести закон гравитации, который объясняет, почему, собственно говоря, один объект всегда ведет себя определенным образом, другой определенный, такой же объект тоже ведет себя таким образом и так далее, и так далее, и так далее. То есть, собственно говоря, если бы мы могли объяснить, почему классическую, опять же, картину мира есть устроить, попытаться такой возможный пример привести. То есть, почему, условно говоря, люди, которые утверждают А, конъюнция Б, утверждают это время на А. Вот если мы найдем на функциональном МРТ у них активную определенную зону мозга, и вот у всех людей, которые утверждают одновременно и А, конъюнция Б, и А, у них работает одна зона мозга, а вот у тех, которые утверждают А, конъюнция А, и Б, но не утверждают, соответственно, А, после этого у них эта зона не работает. Вот тогда это будет объяснением их поведений. Точно так же, как у нас будет объяснение, почему у нас камень падает, перышко падает, еще что-то падает. Ну, другое что-то. У меня тоже не падает. Подожди секунду. То есть, если мы действительно объясняем, почему что-то происходит, мы автоматически можем и предсказать, когда это произойдет. Но опять же, с некоторой вероятностью. Ну да, то есть, собственно говоря, если я, условно говоря, не спросила человека о том, убежден ли он в том, что А, конъюнция Б и А, соответственно, из этого следует, но я провела у него функциональное МРТ и выяснила, что у него, соответственно, эта зона мозга работает и все в порядке, то я могу перейти от эмпирического факта того, что у него нет никаких нарушений в работе данной зоны мозга, к тому, что если у него случится такая ситуация, в которой не зададут вопрос, а следует ли того, что А, конъюнция Б, следует ли А, то он должен будет утверждать А. И в таком случае, соответственно, мы должны прийти к тому, что раз зона мозга работает, то, соответственно, в данном случае он тоже должен быть утверждать А. Вот тогда это будет и объяснением, и предсказанием, и они сотрудят друг с другом. Ну, это очень тепличный случай какой-то. Да ни у кого зоны мозга не работают. Дмитрий Владимирович в режиме Задорного. Ну, тупые! Ну, если я Дмитрий Владимирович... То отсюда же следует, что я или Папа Римский, или Дмитрий Владимирович. Или вы Герой Советского Союза. Или Герой Советского Союза. А ни у кого зоны мозга не работает. Ну, что я бы сказала о связи понятия рациональности и понятия нормативности. Все-таки... Ну, в общем, когда мы говорим, что действия какого-то человека понятны, рациональны, объяснимы, то мы апеллируем к каким-то нормам, под которые их можно подвести. А нормы... В общем, они также связаны еще... В общем... С некоторой эффективностью, что ли, или как. Ну, короче говоря, мы все любим сохранение истинности в рассуждениях, потому что оно позволяет нам, когда мы на основе этих рассуждений действуем, позволяет нам быть эффективными. И все это очень сложный какой-то клубок, который, тем не менее, представляет собой важность, потому что, когда у нас... В общем, когда мы отказываемся от такого рода объяснений, то мы тем самым теряем различия между тем, что можно, правильно, следует делать, хорошо делать, и тем, что нельзя, неправильно, не следует и плохо делать. Ну, в общем, люди не любят такого. Да, сложно. Не, на самом деле, правда, очень сложная глава, и я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. И респект, Оля, что сделала доклад про эту главу, и, честно скажу, я врубался вниманием все-таки. Это вот древние греки могли по три, по четыре часа слушать речь, к сожалению. Я современный человек, я привык к ютубовским 20-минутным видео, поэтому я немножко отключался. Ну, да, да, типа вот. Было сложновато, но, тем не менее, запись останется. То есть, там, ну, много надо думать. Да. Я бы сказал, что глава очень хорошая. Потому что очень много проблем. Да, собственно говоря, проблема вот этой ограниченной рациональности, она действительно от Джага сформулирована, ну, не знаю, возможно, кто-то и до Джага. Я пока и не встречала. Но сформулирована действительно интересно. Да нет, было, было. Да нет. Да нет. То есть, мы в любом случае с вами вот пока, по крайней мере, задали большего вопроса вот этой самой рациональности, можно ли выгласить это рациональным, там, имеется ли у него логическое сведение, не имеется, имеется ли у него общая рациональность, не имеется, и так далее. Помимо этого, то, собственно говоря, тут достаточно много содержательных вопросов, как мы, собственно говоря, можем моделировать эту самую рациональность, как мы можем моделировать это самое логическое сведение или отсутствие этого самого логического сведения. Но пока мы не поймем, собственно говоря, почему мы хотим смоделировать его наличие или отсутствие, и, собственно говоря, как бы и вопрос о том, каким образом это моделировать, он не должно вставать. То есть, у меня вот этот вопрос, почему мы все-таки должны говорить о том, что мы хотим всех агентов называть рациональными и потом просто выяснить, когда они не подпадают под наше определение рациональности, мы называем их совершающими ошибки или мы называем их нерациональными, почему мы это определяем? Пока мы не ответим на этот вопрос, мне кажется, вопрос о постановке того, какой подход нас нужен, то есть выбранные миры, модели УРН или подход Джека, который мы посмотрим в следующих главах, но он как бы не встает вообще перед нами, нам вообще нужно определить, зачем мы хотим это сделать? Ну вот опять, мы хотим это сделать, во-первых, потому что нам важно различать нормативные, хорошие и правильные способы рассуждений, а ненормативных, нехороших и неправильных. Ребят, выключите, пожалуйста, микрофон у тебя. Вот, да, спасибо. А во-вторых, еще нам важно понятие содержания, потому что когда мы отвлекаемся от языковой формы сказанного и говорим, что можно по-разному сказать одно и то же, то встает вопрос о том, что это значит действительно одно и то же. То есть нам, когда мы общаемся с кем-то, когда мы размышляем сами с собой, нам действительно важно, какие переформулировки являются информативными, а какие просто толчением воды в ступе, грубо говоря. И с этой точки зрения тоже, ну как это, правила, которые мы обычно называем правилами рациональности, можно понимать, как правила, регулирующие содержание. Ну, короче говоря, мы хотим, чтобы у нас коммуникация была структурирована таким образом, чтобы именно содержательные переходы высказывались, а бессодержательные опускались. Ну, мы не хотим терять время просто на это. И поэтому для нас важно знать, какие содержательные, а какие нет. Вопросы заключаются в том, что хорошо, мы хотим, да, мы понимаем, что нам это будет удобно, да, когда наша теория будет работать, да, мы сможем более или менее объяснять, но то, что мы хотим и то, что есть, грубо говоря, на самом деле, это не всегда совпадает и это очевидно. То есть то, что мы хотим построить такую теорию, не означает, что мы сможем ее построить действительно. С чего мы решили, что мы действительно сможем ее построить, и поэтому мы пытаемся построить ее именно таким образом, используя именно такие понятия, используя именно такие принципы и опираясь именно на такие, соответственно, переходы. Да, выглядит все рационально, да, все выглядит абсолютно логично в рамках того, что обычно утверждается в рамках пессимических исследований и так далее, но с чего мы взяли что-то не должно быть так? Да, было бы удобно. Мы хотим построить то, что было бы удобно или то, что есть на самом деле? То, что описывает, то, что есть на самом деле. Мне кажется, что мы тоже должны все-таки хотеть построить то, что было бы описывало бы то, что есть на самом деле. То есть вот эта вот замечательная фраза, которую Илья мне часто говорит, с чего ты хочешь, чтобы я тебе объяснял, почему ты спрашиваешь меня, почему ты спрашиваешь меня, какова логика дебилов? Я не так понимаю. Ну, примерно так. Нет, я могу произнести еще раз, почему я должен объяснять тебе логику тупых людей? Ну вот, вот логику дебилов по-другому говоря. То есть я бы хотела понять, почему вот те люди, в которых мы, которые приписываем предикат, быть дичими или быть тупыми, грубо говоря, почему они рассуждают таким образом? А с чего мы вообще взяли? Почему предпосылка нашего вот этого разговора с Ильей заключается в том, что у них есть вообще какая-то логика в расследовании? По принципу толерантности работа. Дмитрий Владимирович уже сказал, что от толерантности одни проблемы. Я проявляю. Это правда. Почему мы хотим придерживаться вот того, что называется принципом единообразия, но я это как бы заимствую из того, что у меня было в исследованиях по знанию о себе, почему мы пытаемся придерживаться принципа единообразия при объяснении поведения и при объяснении убеждений и знаний агентов, которые, соответственно, ведут себя более или менее, ну, то, как мы можем назвать, социально приемлемым образом. Рациональным. И то, как ведут себя те, которые мы можем обозвать, скажем так, социально неприемлемым образом или, скажем так, нерациональным. Почему мы решили, что у нас должен быть вот эта соблюдация, это, в принципе, единообразие? Где основания для того, чтобы, в принципе, единообразие должен был соблюдаться? Слушай, может быть, мы, в принципе, модель теории, которую мы пишем, она, в принципе, и не рассчитана на эмоциональные действия, на действия под влиянием каких-то факторов или еще что-то. Ну, просто, ну, мне кажется, это совершенно очевидный факт. Люди часто принимают неправильные решения. Иррациональные решения люди принимают. То есть дело даже не в том, что они ошибаются. Дело в том, что это так работает. Вопрос не в том, что мы принимаем нерациональные рассуждения. Вопрос в том, что мы, неважно, какое обрешение, неважно, какое, грубо говоря, утверждение мы сформулировали, мы можем встроить его структуру рассуждения и сделать его посылка рассуждения. То есть представим некоторого иррационального агента, который, собственно говоря, приходит, делает действие на основании убеждения. Убеждение, которое у него имеется, является результатом его рассуждения. То есть заключением, которое он получил в результате посылок. Вот у меня вопрос, почему мы решаем, что, собственно говоря, мы можем объяснить его убеждение, которое привело к его некоторому действию, которое мы оценим с вами, находящееся тоже в этом общем социальном пространстве, как иррациональное, которое было принято им в результате осуществления вот этого вот рассуждения. Убеждения очень часто, и мне кажется, даже чаще, чем, ну, это как бы статистику здесь не подвести, я думаю, но убеждения у агентов же возникают иногда без рассуждения, просто из социальной среды. Ну, не знаю, например, тебе сказали, что нормальный пацан никогда не позволит, чтобы его подрезали на дороге, ну, например. Тут должно быть рассуждение, мы принимаем вот эту идею того, что, вот как ты сказал, нормальный пацан. Он никогда не позволит, чтобы его подрезали на дороге. Тот человек, который мне сказал, что заключение не подойдет, следовательно, этому человеку необходимо доверять, следовательно, х. То есть мы понимаем, в случае его процесс рассуждения моделируем некоторые рассуждения, которые на эти посылки заключили. Идем дальше. Подожди, у нас с тобой отвратительная память, мы с тобой понимаем это. Во-первых, иногда какие-то общие, ну, типа общепризнанные правила поведения диктуются в принципе сообществом. То есть тебе не кто-то это конкретно говорит, ну, кто-то тебе это конкретно сказал. Да. И агент не помнит, откуда он это знает, но он ведет себя так, будто бы ему это катастрофически важно. Да, получается, что ему не подают посылок для его рассуждения. А вот это не является иррациональным действием. То есть я делаю, но сам не понимаю, почему делаю. Я дерусь, потому что дерусь. Ну, Портос этого, в отличие от всех этих, у него были. Ну, тогда можно сказать, что иррациональное поведение агента, это значит действовать на основании иррационального убеждения. Убеждение, в данном случае, рациональное убеждение сформировалось на результате рассуждения, в котором не хватало посылок. Не хватало посылок по причине того, что агента прохая память. Но это все равно, получается, рассуждение, получается, что у нас агенты все равно придерживаются вот этой иррациональной структуры того, что убеждение не возникает. Убеждение, мы понимаем, как результат рассуждения. Получается, что убеждение никогда не возникает, не пройдя процесс рассуждения. Смотри, давай дальше. Давай дальше. Я придерживаюсь вот этого убеждения, я понятия не имею, откуда оно взялось. и предположим, что я веду машину, и меня подвергал кто-то. Ну, такое бывает. Вот. И у меня два дальше выбора. Дать показам, там, обогнать, там, еще что-нибудь. Ну, короче говоря, надерзить как-то в ответ. Или в зависимости от химического баланса моего организма, по большому счету, я могу... Вот, например, я уставший. Я не хочу меня еще плевать уже сегодня на все. Можно отописать как А или А. Или не А. Но я сам не могу себе объяснить это действие. Почему я в итоге не... То есть я абсолютно искренне убежден. У меня один нормальный пацан не позволит себя подрезать. Но я позволил и ничего в ответ не сделал. Ну, что, у тебя обычно получается дилемма. Это не дилемма. Так это дилемма. Это проблема. Обычная дилемма между тем, чтобы сделать А или сделать не А. Это личный рациональный сон. А или не А. То есть если мы, как теоретики, подходим к описанию твоего поведения, мы можем сказать, что у тебя просто была дилемма. У тебя была ли А или не А. Соответственно, это получается сложнее... В теории замечательно, но мой процесс рассуждения вообще не в этом живет. У меня, по сути, его и не было. То есть вот, ну, я не знаю, бывает у тебя такое или нет. У меня часто бывает. Ты понимаешь, что мы не понимаем, что происходит в нейронной сети. Значит, тогда в социальной сети тоже было рассуждение, потому что мы не понимаем, что так же ты, как на нейронной сети. Нет, нет. Тут ближе в чем дело. Она рандомизирована. Я не знаю насчет мозга. Я не знаю насчет мозга. Ну, ты в мозге лучше меня разбираешься, насколько там рандомно это работает. В нейронке-то прямо вот на самом деле рандомные всякие вещи используются. И в том числе, в том числе, там сейчас без всякой иронии пытаются применять подлинно случайные числа. Это когда они с кулера звуковые сигналы считывают, блин, для того, чтобы подлинно рандомные числа. Ну, это очень упрощенная модель такая. Мы всегда можем объяснить поведение. Ольга, потому что тогда кирпич вот у меня на башку упадет, у него тоже было поведение. Мы тоже его можем убить. Ну, так, ну, это же бред. А что было? Акт? Ну, действие какое-то. Стоп, у тебя же было. То есть я понимаю, зачем это нужно, я понимаю, почему мы так делаем. Я точно так же пытаюсь объяснять поведение людей. Именно поэтому мне возникает вопрос в том, какова логика дебилов. Но по всей видимости, потому что мы не можем найти принципы этой самой логики дебилов, сколько бы мы ее и не искали, может быть вопрос в том, что мы дебилы не можем найти. То есть в принципе, это вопрос того, что мы должны у дебилов найти логику, то есть процесс осуждения, перевода от посылок к заключениям. В принципе, не существует. Не совсем. Не, ну, просто смотри, мой пример там был про что? То есть у человека есть система убеждений, согласно которой он вот ведет себя в 99%. Я не знаю, какова у меня система убеждений. Ну, ты, Оля. Я не знаю, какова у меня система убеждений. Да, я свое тоже не знаю. Но вот у него, допустим, есть определенные понятия, допустим, да, и человек ведет себя несогласно, соответственно, и знаешь, когда, знаешь, как, он ведь придумает объяснение этому действию своему, что он не дал по газам, и тогда постфактум. Да, но, кажется, он все равно будет строить рассуждение. Почему мы считаем, что мы дебилов... Объяснение будет постфактум, но не акт. Почему мы считаем, что мы можем их объяснение придумать? Даже тот человек, который живет по понятию, он строит объяснение. Да. Нет, понятие это вообще отдельный нарратив, очень, очень... Да, то есть в любом случае у нас всегда есть процесс рассуждения. Да, 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 все понятно. Я, например, говорил ЗЗН, как раз. Оставим рассуждение тем, кого мы считаем рациональными, социально приемлемыми, и так далее, а тем, кого мы называем и рациональными, и социально приемлемыми, все, хватит уже, завязывай. Оля, вот ты любишь концепцию практической прозрачности или что-то в этом духе, так она у тебя называлась. Правильно же? Вот. Вот мне кажется, что можно с этой стороны подойти к твоему вопросу. То есть, да, не всегда можно найти у дебилов логику. Да, это правда. Но, скажем так, мы сами к себе и к окружающим предъявляем некоторые требования, при нарушении которых мы говорим, ты дебил, иди отсюда, мы не будем иметь дело с тобой, потому что ты сам не понимаешь, что ты делаешь. Ты не несешь ответственности за свои действия, не можешь их объяснить. Ну, короче говоря, социально несостоятельен и практически невменяем. А в других случаях, когда мы все-таки можем найти способ подвести действия человека под эти нормы, мы говорим, ну окей, мы не знали, что там он будет действовать исходя из этой нормы, а не из той, но теперь мы это знаем, и, ну да, он вот действовал неожиданным для нас образом, но рациональным. И поэтому мы дальше будем иметь с ним дело, мы будем, значит, там как-то что-то там с ним обсуждать касательно действий, ну в каком-то совместном поле. Короче говоря, мы признаем этого человека в качестве адекватного агента. Вот и все. То есть рациональность – это просто способ отбора тех, кто нам интересен, с кем мы как-то можем договориться. И отбраковки тех, кто нам неинтересен, с кем мы договориться не можем. Может быть, у них там тоже есть какая-то своя логика у дебилов. Однако по правде, как только мы называем их дебилами, как только Илья называет таких людей дебилами, он тем самым сразу говорит, нет, я не буду понимать эту логику, это не моя логика, если она там даже и есть. И все на этом. То есть ответ на вопрос, скажем так, сам вопрос, точнее сам ответ, да, Ильи, который он дает на твой вопрос, предполагает, что нет, логику дебилов объяснять не надо. И все. Но логику нормальных людей лучше все-таки объяснить, чтобы, ну, как-то было удобнее взаимодействовать с ними. Сложные вопросы. Да, вопросы сложные. Ну, мы к ним еще будем возвращаться целых две главы. Вас не удивляет то, насколько твердо Джега держит интригу и нигде не раскалывается, как же он эти свои проблемы все-таки собирается решить. Джега очень мутный чел. Ну как, он последовательно сохраняет интригу. Сначала показали бурблему, затем показали возможный вариант решения, дальше показывают то, почему они плохие, и, соответственно, покажем, почему наше должно быть таковым. Ну вот посмотрим, возможно, Джега на мой вопрос соответствует на седьмое-восьмое. Звука-то нет. Ох, ну, в общем, да, мы вернемся к обсуждению всего этого. Наверное, на сегодня стоит все же прекратить давить. Вот, всем, наверное, спасибо за обсуждение. Я запись выключаю.